Константин Паустовский Повесть о лесах Краса полуночной природы Любовь очей Моя страна Языков Скрипучие половицы Дом рассохся от старости А может быть и от того, что он стоял на поляне В сосновом лесу И от сосен Все лето тянуло жаром Иногда дул ветер Но он не проникал даже в открытые окна мезонина Он только шумел в вершинах сосен И проносил над ними вереницы кучевых облаков Чайковскому нравился этот деревянный дом В комнатах слабо пахло скипидаром И белыми гвоздиками Они в изобилии цвели на поляне перед крыльцом Растрепанные Высохшие Они даже не были похожи на цветы А напоминали клочья пуха Прилипшего к стебелькам Единственное, что раздражало композитора Это скрипучие половицы Чтобы пройти от двери к роялю Надо было переступить через пять шатких половиц Со стороны это выглядело должно быть забавно Когда пожилой композитор пробирался к роялю Приглядываясь к половицам прищуренными глазами Если удавалось пройти так, чтобы ни одна из них не скрипнула Чайковский садился за рояль и усмехался Неприятное осталось позади А сейчас начнется удивительное и веселое Рассохшийся дом Запоет от первых же звуков рояля На любую клавишу Отзовутся тончайшим резонансом Сухие стропила Двери И старушка-люстра Потерявшая половину своих хрусталей Похожих на дубовые листья Самая простая музыкальная тема Разыгрывалась этим домом Как симфония Прекрасная оркестровка Думал Чайковский Восхищаясь певучестью дерева С некоторых пор Чайковскому начало казаться, что дом Уже с утра ждет Когда композитор, напившись кофе Сядет за рояль Дом скучал без звуков Иногда ночью, просыпаясь Чайковский слышал, как потрескивая пропоет То одна, то другая половица Как бы вспомнив его дневную музыку И выхватив из нее любимую ноту Еще это напоминало оркестр перед увертюрой Когда оркестранты настраивают инструменты То тут, то там То на чердаке То в маленьком зале То в застекленной прихожей Кто-то трогал струну Чайковский сквозь сон Улавливал мелодию Но, проснувшись утром, забывал ее Он напрягал память и вздыхал Как жаль Что ночное тренькинье деревянного дома Нельзя сейчас проиграть Проиграть незамысловатую песню Пересохшего дерева Оконных стекол С обвалившейся замазкой Ветра, постучавшего веткой по крыше Прислушиваясь к ночным звукам Он часто думал, что Вот проходит жизнь А ничего еще толком не сделано Все написанное Только небогатая дань своему народу Друзьям Любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину Но еще ни разу ему не удалось Передать тот легкий восторг Что возникает От зрелища радуги От ауканья Крестьянских девушек в чаще От самых простых явлений Окружающей жизни Чем проще было то, что он видел Тем труднее Оно ложилось на музыку Как передать хотя бы вчерашний случай Когда он укрылся от проливного дождя В избе у объездщика Тихона В избу вбежала Феня, дочь Тихона Девочка лет пятнадцати С ее волос стекали капли дождя Две капли повисли на кончиках Маленьких ушей Когда из-за тучи Ударило солнце Капли в ушах у Феня Заблестели, как алмазные серьги Чайковский любовался девочкой Но Феня Стряхнула капли Все кончилось И он понял, что никакой музыкой Не сможет передать прелесть Этих мимолетных капель А Фет Распевал в своих стихах Лишь у тебя, поэт Крылатый слово-звук Хватает на лету И закрепляет вдруг И темный бред души И трав неясный запах Нет Очевидно, ему это не дано Он никогда не ждал вдохновения Он работал Работал как поденщик Как вол И вдохновение Рождалось в работе Пожалуй, больше всего Ему помогали Леса Лесной дом Где он гостил этим летом Просеки Заросли Забрушенные дороги В их колеях Налитых дождем Отражался в сумерках серп месяца Этот Удивительный воздух И всегда Немного печальные Русские закаты Он не променяет Эти туманные зори Ни на какие Великолепные Позлощенные Закаты Италии Он без остатка Отдал свое сердце России Ее лесам и деревушкам Околицам Тропинкам И песням Но с каждым днем Его все больше Мучает невозможность Выразить Всю поэзию Своей страны Он должен Добиться этого Нужно только Не щадить себя К счастью В жизни Выдаются Удивительные дни Вот такие Как сегодняшние Он проснулся Очень рано И несколько минут Не двигался Прислушиваясь К перезвону Лесных жаворонков Даже не глядя В окно Он знал Что в лесу лежат Расистые тени На соседней сосне Куковала кукушка Он встал Подошел К окну Закурил Дом стоял На пригорке Леса уходили вниз Веселую даль Где лежало Среди зарослей Озеро Там у композитора Было любимое место Оно называлось Рудом Яром Самая дорога К Яру Всегда вызывала Волнение Бывало зимой В сырой гостинице В Риме Он просыпался Среди ночи И начинал Шаг за шагом Вспоминать Эту дорогу Сначала По просеке Где оклопней Цветет Розовый Иван Чай Потом Березовым Грибным Мелколесьем Потом Через поломанный Мост Над заросшей Речкой И по Изволоку Вверх В корабельный Бор Он Вспоминал Этот путь И у него Тяжело Билось сердце Это место Казалось ему Наилучшим Выражением Русской Природы Он Окликнул Слугу И заторопил Его Чтоб поскорее Умыться Выпить кофе И идти На Рудой Яр Он Знал Что сегодня Побывав там Он Вернется И давно Живущая Где-то Внутри Любимая Тема О лирической Силе Этой Лесной Стороны Перельется Через край И хлынет Потоками Звуков Так И Случилось Он Долго Простоял На Обрыве Рудого Яра Заросли Липы И Бересклета Капала Роса Столько Сырого Блеска Было Вокруг Что Он Невольно Прищурил Глаза Но Больше Всего В этот День Чайковского Поразил Свет Он Вглядывался В него Видел Все Новые Пласты Света Падавшие На Знакомые Леса Как только Он Раньше Не Замечал Этого С Неба Свет Лился Прямыми Потоками И Под Этим Светом Особенно Выпуклыми И Кудрявыми Казались Вершины Леса Видного Сверху С Обрыва На Опушку Падали Косые Лучи И Ближайшие Стволы Сосен Были Того Мягкого Золотистого Оттенка Какой Бывает У Тонкой Сосновой Дощечки Освещенной Сзади Свечой И С Необыкновенной В то утро Зоркостью Он Заметил Что Сосновые Стволы Тоже Отбрасывают Свет На Подлесок И На Траву Очень Слабой Но Такого Ж Золотистого Розоватого Тона И Наконец Он Видел Сегодня Как Заросли Ив И Ольхи Над Озером Были Освещены Снизу Голубоватым Отблеском Воды Знакомый Край Был Весь Обласкан Светом Просвеченным До Последней Травинки Разнообразие Силы Освещения Вызвали У Чуйковского То состояние Когда Кажется Что Вот Вот Случится Что-то Необыкновенное Похожее На чудо Он Испытывал Это Состояние И Раньше Его Нельзя Было Терять Надо Было Тотчас Возвращаться Домой Садиться За рояль И Наспех Записывать Проигранное На листках Нотной бумаги Чайковский Быстро Пошел К дому На поляне Стояла Высокая Раскидистая Сосна Ее Он прозвал Маяком Она Тихо Шумела Хотя Ветра И не было Он Не останавливаясь Провел Рукой По ее Нагретой Коре Дом Он Приказал Слуге Никого К себе Не пускать Прошел В маленький Зал Запер Дребезжащую Дверь И Сел К роялю Он играл Вступление К теме Казалось Расплывчатым И сложным Он добивался Ясности Мелодии Такой Чтобы она Была Понятна И мила И фене И даже Старому Василию Ворчливому Леснику И соседней Помещичьей Усадьбы Он Играл Не зная Что Феня Принесла Ему Моходку Земляники Сидит На крыльце Крепко Сжимает Загорелыми Пальцами Концы Белого Головного Платка И Приоткрыв Рот Слушает А потом Приплелся Василий Сел Рядом С Феней Отказался От городской Папироски Предложенной Слугой И Скрутил Цигарку Из Самосада Играет Спросил Подымив Цигаркой Василий Прекратить Говоришь Нельзя Никак Ответил Слуга И усмехнулся На Необразованность Лесника Он Музыку Сочиняет Это Василий Ефимович Святое Дело Дело Конечно Святое Согласился Василий А ты бы Все-таки Доложил И не Просите Надо же Иметь Понимание Вещей А мы Что ж Не Понимаем Рассердился Василий Ты Брата Храняй Да В меру Мое Дело Ежели Разобраться Поважнее Чем Этот Рояль Ой Вздохнула Феня И еще Туже Затянула Концы Платка Весь Бый день Слухала Глаза У нее Были Серые Удивленные И в них Виднелись Коричневые Искорки Вот Сказал Сукором Слуга Девчонка Босоногая И та Чувствует А ты Протестуешь Смыслу От тебя Не добьешься И Неизвестно За каким-то Делом Пришел Я не В трактир Пришел Ответил Бранчливо Василий В трактире Встретимся Будем лаяться Кипеть До утра Я К Петру Ильичу За советом Пришел Он Снял Шапку Поскреб Серые Космы Потом Нахлобучил Шапку И сказал Слыхали Небось Помещик Мой Не вытянул А слаб Весь лес Продал Да ну Вот тебе И ну Ну да ну Повесь язык На сосну Ты чего Вяжешься Обиделся Слуга А то Я и ответить Могу Жилетку Ты носишь Бархатную Пробормотал Василий С кармашками А что В них Класть Неведомо Леденцы Для девиц Или Платочек Засунуть И пойти Форсить Под окошками Ты Выходит Блудный Сын Вот Ты кто Феня Фыркнула Слуга Молчал Но смотрел На Василия Призрительно То-то Сказал Василий Понимать Надо Где правда А где Беззаконие Лес Помещик Профукал А толку Что С долгами Расплатиться Не хватит Кому Продал Харьковскому Купцу Трощенке Принесла Его сюда За тысячи Верст Нелегко Из Харькова Слыхал Про такого Купцов Много Уклончиво Ответил Слуга Ежело Бо еще Он был Московский До первой Гильдии Повидал Я купцов На своем Веку Каких Хош Гильдии Таких Видал Обормотов Что Спаси Господи А этот С виду Приличный Господин В золотых Очках И бородка Седенькая Гребешочком Расчесанная Чистая Бородка Отставной Штабс Капитан Они Похожи Вроде как Церковный Староста В Чесучевом Пиджаке Ходит А в глаза Брат Не гляди Там пусто Как могили Приехал С ним Приказчик Все Все Хвалится Мой Говорит Волкодав Леса Свел По всей Харьковской И Курской Губерниям Сплошной Рубкой Он Говорит К лесу Злой На Семена Ничего Не Оставит На Лесах Большие Капиталы Нажил Думали Конечно Что Врет Приказчик Они При Денежных Людях Угождают Им Соврат Или Человека Разуть Раздеть Пустое Дело А вышла На Поверку Что Не Брешет Приказчик Купил Трощенко Лес Рубаку Еще Не Сменил А Пригнал Уже Лесорубов И Пильщиков Завтрашнего Дня Лес Начнут Валить Все Говорят Велел Пустить Под Топор До Последней Осины Так То Серьезный Мужчина Заметил Слуга Хозяин Злобно Выкрикнул Василий Шею У него Из Одних Маслаков У Анафемы А тебе То что Твоя Какая Беда Что Вилят То и Делай Только Поспевай Шапку Скидать Служишь Ты У Хорошего Господина Раздумчиво Сказал Василий А душа У тебя Как Гнилой Орех Щелкнешь А в нем За место Ядра Белый Червь Был бы Я Твоим Барином Обязательно Бо Тебя Выгнал Взошей Как Язык Поворачивается Такое Спрашивать Мне То что Да Я Со Своих Двадцати Годов К Этому Лесу Приставлен Я Его Растил Нянчил Как Баба Ребят Не Растит О Вон А Насмешливо Отозвался Слуга Вон А Передразнил Его Василий А Теперь Что Разбой Да Я Еще Должен Деревак Смерти Метит Нет Брат Совесть У меня Не бумажная Меня Не купишь Теперь Одна Путь Жаловаться Кому Спросил Слуга И Пустил Из Ноздрей Табачный Дым Царю Гороху Как Кому Губернатору Земству Они Поможет В суд Дойти До Сената А Будет Сенат С таким Делом Вожжаться А Не Будет Тогда Царя Императора Ну А Как Царь Не Поможет Тогда Всем Миром Стать И Стоять Стенкой Не Допустим Мол Разбоя Уходи Откуда Пришел Мечты Мечты Вздох Из 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 Робки Слуга Взял У Фенни Моходку С Земляникой И Ушел В Дом Фенни Еще Долго Сидела Пригорюнившись Смотрела Перед Собой Удивленными Глазами Потом Тихонько Встала И Оглядываясь Пошла Прочь По Дороге А Василий Полил Цыгарки Скреб Грудь Ждал Солнце Уже Перевалило К вечеру От Сосен Пошли Длинные Тени А Музыка Не Затихала Колдует Подумал Василий Поднял Голову Прислушался Господи Да Ведь Это Как бы Знакомое Не Уж То Наша Деревенская Среди Долины Ровная Нет Не То А Схоже Или То Пастухи Заиграли В лугах Скликая К вечеру Стадо Или То Соловьи Ударили Сразу Будто Сговорились По Окрестным Кустам Эх Старость А душа Видно Не Сдается Душа Помнит Молодость С Молодостью Человеку Расставаться Куда Как Жаль Не С Руки Расставаться Когда В окнах Заполыхал Багровый Закатный Огонь Музыка Наконец Оборвалась Несколько Минут Было Тихо Потом Скрипнула Дверь Чайковский Вышел На крыльцо Достал Из кожаного Портсигара Папиросу Он был Бледен Руки У него Дрожали Музыка И кричал Да Никто Никто Не Отзовется Помоги Петр Ильич Не Дай Случиться Палачеству Василий Прижал Глазам Рука В Застиранной Синей Рубахе Он Долго Не Мог Ничего Выговорить Сморкался А когда Наконец Рассказал Все Как Есть То Даже Оторопел Никогда Он Не Видел Петра Ильича В Таком Гневе Все Лицо У Чайковского Пошло Красными Пятнами Обернувшись К дому Он Крикнул Лошадей На крыльцо Выскочил Испуганный Слуга Звали Петр Ильич Лошадей Вели Закладывать Куда Ехать К Губернатору Чайковский Плохо Помнил Эту Позднюю Поездку Коляску Подбрасывала На Выбойных И Корнях Лошади Вскрапывали Пугались С Неба Падали Звезды Холодом Ударяло В лицо Из Заболоченных Чащ Временами Дорога Прорывалась Через Такую Гущу Лещины Что Нужно Было Сидеть Согнувшись Чтобы Ветками Не Исхлистало Лицо Потом Лес Кончился Дорога Пошла Под гору В Просторные Луга Кучер Гикнул И Лошади Пошли Вскач Успею Ли Думал Чайковский В крайнем Случай Разбужу Завтра Начнут Валить Лес Что За Подлость Такая С Губернатором Он Познакомился Как-то На Благотворительном Концерте В Губернском Городе Ставился Тучный Человек В Тесном Сёртуке С Припухшими Больными Веками Поговаривали Что Губернатор Либерал Вот И Город Колеса Загремели По мосту Пересчитали Все бревна Потом Покатились По мягкой Пыли В Окошках Церковно Блестели Киоты Потянулись Каменные Лабазы Проехали Мимо Темные Каланчи Мимо Сада За Высокой Оградой Коляска Остановилась У Белого Дома С Облупленными Колоннами Чайковский Позвонил У Калитки Из сада Доносились Голоса Смех Удары Деревянных Молотков Там Должно быть Играли При фонарях В крокет Значит В доме Была Молодежь Это Успокоило Чайковского Он Поверил Что ему Удастся Убедить Губернатора Как бы ни Был Губернатор Сух И чиновен Ему Будет Стыдно Перед Своей Молодежью Отказать Чайковскому В таком Правом Деле Горничная В Ситцевом До скрипа На крахмаленом Платье Провела Чайковского На веранду Где губернатор Пил чай Он Был Вдовец И чай Разливала Пожилая Экономка С оскорбленным Лицом Губернатор Тяжело Встал Сделал Шаг Навстречу На нем Была Шелковая Белая Косоворотка С расстегнутым Воротом Он Извинился Глядя На Чайковского Припухшими Глазами Стук Ракетных Шаров В саду Прекратился Должно Быть Молодежь Узнала Чайковского И прекратила Играть Да и Трудно Было Его Не узнать Изящного Сидеющего Со Знакомыми По портретам Серыми Внимательными Глазами А когда Он Слегка Поклонившись Принял От экономки Стакан Чаю Молодежь Увидела Его Руку Тонкую Но Сильную Руку Музыканта На портретах Его часто Изображали Облокотившимся На эту руку Существующие Законоположения Медленно Говорил Губернатор Выжимая Ложечкой В стакане Чая Ломтик Лимона К сожалению Не дает Мне возможности Петр Ильич Что-либо Предпринять Вырубка Леса Разрешена Трощенко На основании Имеющихся На той Инструкций Господин Трощенко Волен Действовать К своей Выгоде Ничего Тут Не Поделаешь Губерна Губернатор Губернатор сияние воздуха на полянах». Чайковский молчал. «Конечно», — сказал губернатор и поднял брови, как бы о чем-то раздумывая. «Лесное хищничество — вещь безобразная, но я бессилен помочь вам в этом затруднении. Рад бы душой, но не могу, Петр Ильич. Разделяю ваше негодование. Но стремления артистической натуры не всегда совпадают с коммерческим интересом». Чайковский встал, откланялся и молча пошел к выходу. Губернатор торопливо шел позади. Над крокетной площадкой висели на ветках фонари. Две девушки и юнкер стояли в саду с крокетными молотками в руках и молча смотрели вслед Чайковскому. Обратно ехали медленно. Временами кучер засыпал, голова его моталась, как у пьяного, пока коляску не встряхивала на ухабе. Тогда кучер просыпался, покрикивал на лошадей «Но, лодыри!» и ерзал на козлах. Лошади на минуту ускоряли шаг, а потом снова едва плелись, фыркали, тянулись к темной траве по обочинам дороги. Чайковский курил, откинувшись на спинку кожаного сиденья, подняв воротник пальто. «Что делать?» «Один выход — перекупить у Трощинки в Тридороголес». «Но где взять денег?» «Послать разве завтра же телеграмму своему издателю Юргенсону?» «Пусть достанет деньги, где хочет, под заклад его сочинений». Это решение несколько успокоило Чайковского. «Не гони, Иван, ради Бога!» — сказал он, хотя кучер ни разу не подхлестнул лошадей. Чайковскому хотелось ехать долго, всю ночь, в дремоте, легкой, неясной, представлять себя едущим среди этой темной равнины к друзьям, где его ждут признания и счастья. Когда Чайковский очнулся, коляска стояла на берегу реки. Темнели заросли. Кучер слез с козел и, поправив к нотовищем упряжь на лошадях, сказал. «Паром на том берегу! Спят должны перевозчики! Покричать, что ли?» Он подошел к самой воде, помедлил, негромко крикнул. «Перевоз!» Никто не ответил. Кучер подождал, снова крикнул. На том берегу задвигался огонек. Кто-то шел с цигаркой. Паром, скрипя, отчалил. Когда паром подошел, Чайковский вышел из коляски. Кучер осторожно свел лошадей на дощатый помост. Потом долго шуршал канат. Кучер тихо переговаривался с перевозчиком. Из близкого леса тянуло теплом. Какое облегчение! Он спасет этот уголок земли! К леса были неотделимы от его размышлений, от музыки, рождавшейся в тайниках сознания, от лучших минут его жизни. А их было не так уж много этих минут. Если бы композитора спросили, как он написал прославленные свои вещи, он мог бы ответить только одно. По совести говоря, не знаю. Он нарочно говорил иногда о своей музыке, как о паденной работе, но знал, что это далеко не так. И говорил он о ней, как о чем-то обыденном, только потому, что сам не мог понять, как это происходит. Недавно в Петербурге восторженный студент спросил его, в чем тайна его музыкального гения. Студент так и сказал. «Гения!» Чайковский вспыхнул, покраснел. Он никак не мог принять по отношению к себе это высокое слово и резко ответил. «В чем тайна? В работе! И никакой тайны вообще нет. Я сажусь за рояль, как сапожник, садиться точать сапоги». Студент ушел огорченный. Тогда Чайковскому сгоряча показалось, что он был прав. А сейчас, перед лицом этой ночи, слушая, как журчит вода бревна парома, он подумал, что создавать не так уж просто. Это приходит внезапно, как в забытых стихах. Одной волной подняться в жизненую, учуять ветер с цветущих берегов. Ветр с цветущих берегов. У него замерло сердце. Какие неожиданности таит в себе жизнь? И как хорошо, что мы не знаем, когда она их откроет. Здесь ли на пароме? В блеске ли театрального зала? Под молоденькой сосной, где качается от неощутимого ветра ландыш? Или в сиянии женских глаз, ласковых и пытливых? Как хорошо знать, что в содружестве с этими лесами, в полной безмятежности, он окончит начатую вчера работу и посвятит ее кому? Тому молодому застенчивому собрату, бывшему земскому доктору, чьи рассказы он читает и перечитывает по вечерам. Антону Чехову. Пусть сердятся музыканты. Он устал от их самонадеянности, солидности и неискренних похвал. После переправы, садясь в коляску, Чайковский сказал кучеру. В усадьбу к Липецкому. Там этот купец остановился. Как его? Трощенко? Надо быть там. Да рановато приедем, Петр Ильич. Только-только начнет разведнять. Ничего, мне нужно перехватить его пораньше. В усадьбе Чайковский Трощенки не застал. Уже рассвело. Весь усадебный двор зарос репейником. Среди репейника бегал по ржавой проволоке осипший пес. Морда была у него в репьях, и пес, немного полаев, начинал тереть морду лапой, отдирать колючки. На крыльцо вышел кривоногий человек в рыжих кудряшках. От него издали разило луком. Рыжий равнодушно посмотрел на коляску, на Чайковского, и сказал, что Трощенко только что уехал на порубку. — А вам он на что понадобился? — недовольно спросил рыжий. — Я ихний управитель. Чайковский не ответил. Дотронулся до спины кучера. Лошади с места взяли рысью. Рыжий посмотрел вслед коляске, сонно сплюнул. — Дворяне! Разговаривать брезгуют. Много мы таких пустили по миру с пустым карманом. По дороге обогнали лесорубов. Они шли с топорами, с гнущимися на плечах синеватыми пилами. Лесорубы попросили закурить и сказали, что Трощенко недалеко, на пятом квартале. Около пятого квартала Чайковский остановил коляску. Вышел и направился в ту сторону, где слышались голоса. Трощенко в сапогах и шляпе, которые звали «Здравствуй и прощай», шлеме из люфы с двумя козырьками спереди и сзади. Ходил по лесу и сам метил топором сосны. Чайковский подошел, назвал себя. Трощенко спросил, чем могу служить. Чайковский коротко изложил свое предложение — перепродать ему на корню весь этот лес. — Желаете округлить владение? — ласково спросил Трощенко. — Этому лесу цены нету. — Слышите? — Трощенко ударил обухом топора по сосне. — Поет древесина. — А насчет ваших слов надо подумать. Своего рода неожиданность. Все дело, как вы сами понимаете, в цене. За свою цену я вам отдать не могу. Смысла нету. К тому же расходы. Одних лесорубов привезти да прокормить чего стоит. Ну и начальство нам, лесопромышленникам, недешево обходится. Начальство вроде магнита золото сильно притягивает. — Назовите вашу цену. Торговаться я не собираюсь. Если цена будет сходная... — Где я вам торговаться? Вы человек возвышенных сфер жизни? Я вам верную цену скажу. Трощенко помолчал. — Десять тысяч будет, пожалуй, самая цена. — А за сколько вы купили этот лес? — Это дело десятое. Мой товар, моя и цена. — Хорошо, — сказал Чайковский и почувствовал холодок под сердцем, будто поставил на карту всю жизнь. — Я согласен. — Что-то больно легко, соглашаетесь, — промолвил Трощенко и протянул Чайковскому деревянный портсигар. — Прошу. — Спасибо только, что курил. — Деньги-то у вас есть? — вдруг грубо спросил Трощенко. — Будут. — Царствие Божие тоже будет, когда помрем. Я о наличных деньгах спрашиваю. — Я вам выдам вексель. — Подо что? Под эту усадебку? Да ей две тысячи красная цена. — Усадьба эта не моя. Вексель я выдам под свои сочинения. — Так-с, — протянул Трощенко и закурил. Под музыку. Ее послушать, конечно, приятно. Послушал — ушел. А следа-то и нету. Он протянул Чайковскому ладонь и поскреб по ней скрюченными пальцами. — Воздушная вещь. Сегодня она, может, и в цене, а завтра дым. Векселя я, извините, не беру, только наличными. — Наличных сейчас у меня нет. На нет и суда нет. И опять же о цене был у нас весьма примерный разговор. — То есть как? Вы же назначили цену. — Обследовать еще надо. Лес обследовать. По-настоящему его оценить. — Да, пожалуй, несерьезное это дело. Кто ж так договаривается на ходу? — Нет, — сказал он резко. — Пустой разговор. Ежели бы вот завтра вы мне выложили пятнадцать тысяч, тогда бы я отступился. — Да вы что? — сказал Чайковский, и лицо его опять пошло красными пятнами. — В своем уме? — Мой ум всегда при мне. Я не в эмпире их живу. — Вы просто маклак. — Тогда нечего вам с маклаком и разговаривать, — огрызнулся Трощенко. — Жили мы маклаками и умрем маклаками. Зато в чести и достатке. У нас неблагородством шубы подбиты. Честь имею кланяться. Он приподнял шляпу и зашагал в глубину леса. — Всегда я так, — подумал Чайковский. — Вспылю, наговорю резкости и сорву все дело. Он поехал домой, стараясь не вслушиваться. В разносившийся по лесу стук топоров. Лошади вынесли коляску на поляну. Кто-то впереди предостерегающе закричал. Кучер сходу осадил лошадей. Чайковский встал, схватился за плечо кучера. От подножия сосны, согнувшись как воры, разбегались лесорубы. Внезапно вся сосна от корней до вершины вздрогнула и застонала. Чайковский явственно слышал этот стон. Вершина сосны качнулась, дерево начало медленно клониться к дороге и вдруг рухнуло, круша соседние сосны, ломая березы. С тяжким гулом сосна ударилась о землю, затрепетала всей хвоей и замерла. Лошади попятились и закрапели. Это был миг. Один только страшный миг смерти могучего дерева, жившего здесь двести лет. Чайковский стиснул зубы. Вершина сосны загородила дорогу. Проехать было нельзя. — Придется ворочаться на большак, — Петр Ильич сказал кучер. — Езжай, я пешком пройду. Эх, обормоты, вздохнул кучер, подбирая вожжи. Рубить и то по-людски не умеет. Не что дело валить сначала большие дерева, а малые ломать в щепки. Ты сначала малые повали, тогда большое в просторе ляжет, убытку не даст. Чайковский подошел к вершине поваленной сосны. Она лежала горой сочной и темной хвои. На хвой еще сохранился блеск, свойственный тем воздушным просторам, где эта хвоя только что дрожала под ветерком. Толстые сломанные ветки, покрытые прозрачно-желтоватой пленкой, были полны смолы. От ее запаха першило в горле. Тут же лежали обломанные сосной ветки берез. Чайковский вспомнил, как березы пытались удержать падающую сосну, принять ее на свои гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение. От него далеко окрест дрогнула земля. Он быстро пошел домой. То справа, то слева, то позади слышался гул падающих стволов, и все так же тупо ухала земля. Птицы метались над порубкой. Даже облака, казалось, ускорили свой бег в равнодушной ко всему небесной синеве. Чайковский все ускорял шаги. Он почти бежал. Подлость, — бормотал он, — мерзость чудовищная. Кто дал право человеку калечить и безобразить землю ради того, чтобы какой-то трощенко слюнявил по ночам ассигнации? Есть вещи, которые не оценить ни рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять там, в Петербурге, этим многомудрым государственным мужам, что могущество страны не в одном материальном богатстве, но и в душе народа? Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает государство. А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа? Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошение земли, надругательство над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им. Вот они где, промотавшиеся отцы. Чайковский задыхался. Он уже не мог идти быстро. В груди возникала приступами обморочная пустота. После нее начинало так крепко стучать сердце, что удары его больно отдавались в висках. Он подумал, что и гибель леса, и бессонная ночь, все это состарило его сразу на несколько лет. Значит, теперь он уже никогда не окончит начатую вчера работу. Придется тотчас уехать, чтобы не видеть этого варварства. Наступила разлука с любимыми местами, знакомое состояние. Почему любимые места, когда с ними надо расставаться, бывают особенно хороши? Почему они сияют такой прощальной красотой? Вот и сейчас все было необыкновенным. И небо, и воздух, и мокрые от росы трава, и одинокая паутина в синеве. Еще вчера он мог остановиться, спокойно следить за полетом паутины и гадать, зацепится ли она за ветку березы или нет. А сегодня это уже невозможно. Нет покоя, значит, нет радости. Нет ничего. Дома он приказал слуге укладывать чемоданы. Слуга сразу ожил. В Москву, Петр Ильич? Пока в Москву, а там будет видно. Взглянув на расплывшееся от счастья лицо слуги, он нахмурился, прошел в маленький зал, сел к роялю. Значит так, значит, харьковский купец в скрипучих сапогах, наглый, распоясавшийся маклак, безнаказанно пакостит землю. И начатая симфония умерла, не успев расцвести. Он усмехнулся. Не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней. А там, в сознании, где вчера еще было столько звуков, осталась одна пустота. Какой-то барышник выгнал его из этих удивительных мест, поднял руку на его работу. Впереди опять скитальчество, одиночество. Опять жизнь, как сплошная гостиница, где за все, равнодушную заботу, относительный покой, возможность создавать свои вещи, надо платить в срок и по дорогим счетам. Он откинул крышку рояля, взял аккорд и поморщился. Одна клавиша не звучала. Очевидно, ночью лопнула струна. Он резко, резче, чем следовало, захлопнул крышку, встал и вышел. А к вечеру снова пришел Василий. Дом был заперт, пуст. Василий походил вокруг, заглянул через окно в маленький зал. Никого. И старожиха, должно быть, обрадовалась, что барин уехал, подалась на деревню к сыну. — Так, — сказал Василий, присел на ступеньки крыльца, закурил. Ухало и сотрясалась земля. Трощенко валил лес без устали, без срока. — Вот господин хороший хотел, правда, добиться. — Да рука, видать, не сильна, — подумал Василий. Отступился, улетел. А мне здесь жить одному в разорении. Василий поднял голову. Кто-то шел к дому по дороге. Уже смеркалось, и Василий сначала не мог разобрать, кто идет. А когда увидел, встал, одернул рубаху и шагнул навстречу Трощенке. — Хозяин здесь? — А тебе чего? — глухо спросил Василий. — Чего надо? — А статний лес хочешь скупить? Свести под корень? — Ты хозяина позови. У меня с ним разговор, не с тобой. — Я этих мест хозяин, я! Не понимаешь, анафема? Так я тебе и втолковать могу. — Ты что, очумел? — Уйди от греха, — тихо сказал Василий и замокнулся на Трощенку. — Нашелся распорядитель, волчья сыть, кровосос! — Ты не того, — пробормотал Трощенко, — не очень болван. Трощенко повернулся и торопливо пошел прочь. Василий тяжело поглядел ему вслед, выругался, сплюнул. За свежей порубкой, за навалом сосен открывалась тусклая предвечерняя даль. Над ней низко висело багровое солнце. Мечтательница Месяц назад Анфиса окончила десятилетку. Будущее было еще неясно. Отец Николай Никитич хотел, чтобы Анфиса уехала в Москву и поступила в Темирязевскую сельскохозяйственную академию. Анфиса же думала совсем о другом, еще туманном, но привлекательном, о театре, путешествии. Начитавшись книг, она часто представляла себя в какой-то чудесной стране. Она совершенно ясно видела, как сходит с парохода на берег этой страны ранним утром, оставляет на сыром песке следы, и в каждом из них прячется маленькая синяя тень, потому что солнце только что взошло, и свет его косо падает на землю. А вдали дымятся кручи сиреневых гор, и с них шумом летят, разбиваясь в пыль холодные водопады. Чуть не каждый день Анфиса ходила в городскую библиотеку менять книги. Библиотека помещалась на главной улице городка, рядом с новым кино. Она занимала нижний этаж кирпичного дома. Здесь пахло чернилами, крашеные полы были тусклые, стерты. На стене висели правила для посетителей и стена и газета, раскрашенные цветными карандашами. Все это наводило скуку, но впечатление это было обманчивым. Анфиса знала, что на библиотечных полках запрятаны такие сокровища мыслей и поэзии, что от одного представления о них у нее темнели глаза. Она читала книги за поем, глотала страницу за страницей, прячась в отцовском саду в темной беседке, похожей на шалаш и увитой диким виноградом. — Анфиса, глаза испортишь! — кричал из сада Николай Никитич. Он весь день возился со своими яблонями и сливами. — Сейчас, — невнятно отвечала Анфиса, — только дочитаю до новой главы. — Да ты мне вовсе и не нужна, — примирительно говорил Николай Никитич. — Дурочка, глаза бы свои пожалела. Выцветут и будут, как оловянные плошки. Но как не боялся Николай Никитич, а глаза у Анфиса от чтения не только не выцвели, а наоборот, от каждой интересной книги то наполнялись слезами и от этого становились блестящими и темными, то смеялись, то становились туманными, ничего не видящими вблизи, будто Анфиса вглядывалась во что-то далекое, ускользающее за краем земли. — Мечтательница, — думал Николай Никитич, — ох, и хлебнет же она горе в жизни. Подумать страшно. Ох, и хлебнет. Николай Никитич был обеспокоен будущим Анфисы и однажды пошел посоветоваться об этом к Нине Порфирьевне Евсеевой, городскому врачу, женщине пожилой, решительной и лишенной каких бы то ни было сантиментов. Николай Никитич был старый садовник, человек, как он думал сам о себе, практической складки. Ему хотелось уберечь Анфису от всего легковесного в жизни. А легковесным он считал ее стремление стать актрисой и увлечение стихами и романами. Все это казалось ему слишком пестрым, нарядным и быстро увядающим, как иные цветы, что осыпаются, не успев толком расцвесть. Например, мак. Чуть подует ветерок, и его лепестки уже сваливаются на землю. А глядишь, через какой-нибудь час они уже пожухли и валяются в пыли под забором. Ну, конечно, что говорить, внешность у Анфисы театральная, девушка стройная, тонкая, да и голос такой, что берет за душу, и косы до самой земли. Но не в этом же дело. — Непонятно мне, — сказал Николай Никитич Нине Порфирьевне, — в кого Анфиса вышла. Мать у нее была домовитая, а я человек здравых мнений. Люблю ту человеческую деятельность, какая дает осязательный результат. — В вас она и вышла, — сердито ответила Нина Порфирьевна. — То есть как это? — Не понимаю, — удивился Николай Никитич. — Я садовод. Хочу из нее садовода сделать. Она упирается. Заладила одно в театр, да в театр. А что в нем проку в театре? Людей только тешить. — Садовод-то вы садовод, — возразила Нина Порфирьевна. — А цветы-то зачем разводите? Полон сад цветов. Вот и сейчас мне букет принесли чудесный. — Это для усложнения глаз, — неуверенно объяснил Николай Никитич. Вы поглядите на эти колеры. От красного до голубого и золотистого. Редчайший цветок. — Как называется? — строго спросила Нина Порфирьевна, разглядывая крупные и такие легкие цветы, что они трепетали от ветерка, проникавшего из сада в кабинет Нины Порфирьевны. — Немезия. — Африканский цветок. Я его прямо вымолил у одного старика-цветовода, когда был в Москве. В ногах валялся. — Вы поглядите хотя бы на этот лепесток. Голубой цвет переходит в фиолетовый, а фиолетовый в багряный. — А какой же осязательный результат? — неожиданно спросила Нина Порфирьевна. Николай Никитич растерялся. — Не пойму, чего спрашиваете. — Результат, говорю, какой от этих цветов? Вы же их не на продажу растите? — В жизни ни единого цветка не продал, — торжественно ответил Николай Никитич. — Только дарю. — Их вы! — сказала Нина Порфирьевна и сняла Пенсне. Тотчас глаза ее потеряли строгость и сделались усталыми и добрыми. Гордитесь, что подружились с композитором Аренским, когда он здесь жил. А от искусства требуете немедленного практического результата. Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу. Для этого оно и существует. — Так то искусство, — робко возразил Николай Никитич. — А театр не искусство? — спросила Нина Порфирьевна. — Как вы думаете? — Анфиса правильно выбрала дорогу. Вы ей не мешайте. Я зайду как-нибудь вечерком, поговорю с ней. Николай Никитич ушел не очень успокоенный. Были уже сумерки. В городке зажигались огни. Но гораздо ярче фонарей освещал тихие улицы, свет ламп из открытых окон. В доме у Николая Никитича было темно. — Ушла Анфиса, что ли? — подумал он. Поохал, зажег фонарь и пошел в сад. Надо было подставить подпорки под старую яблоню. В саду сидела на скамейке Анфиса. Анфиса сидела так тихо, что Николай Никитич сразу ее и не заметил. А когда заметил, то испугался. Сидит, как неживая, сгорбилась, кутается в платок. Николай Никитич подошел, сел рядом. Анфиса молчала. — Что ты, дочка? — спросил Николай Никитич и положил руку на плечо Анфисе. — Никак заболела? — Нет, — ответила Анфиса и туже закуталась в платок. — Что ж ты сидишь в темноте? Анфиса повернулась к Николаю Никитичу и посмотрела ему в глаза. Фонарь стоял на земле, освещал снизу лицо Анфисы. Николай Никитич накмурился. Что-то блеснуло на щеке у Анфисы. Тусклым огоньком поползло по щеке и, погаснув, упало в темноту на песчаную дорожку. — Что с тобой? — тихо спросил Николай Никитич. — Что это ты, плачешь? — Папа! — Анфиса обняла Николая Никитича за морщинистую шею, прижалась к плечу. — Старичок ты мой милый! — Ну что ты? — растерянно бормотал Николай Никитич. — Полюбила кого-нибудь, что ли? — Или скучно тебе? Анфиса покачала головой. — Нет, не полюбила. — Я много хорошего сделать могу, папа. Много, для всех. Я знаю свою силу. Отпусти меня в театральную школу, папа. Никогда не раскаешься. — Поживем-увидим, — ответил Николай Никитич. — Не завтра же ехать, а к осени. — Сердце у него похолодело. — Ясно, надо будет отпустить. — Но как же он будет тут жить и копаться в саду без Анфисы? — Уж лучше бросить все, уехать вместе с ней и жить там, в Москве. — Непонятная нынче молодежь, — тихо сказал Николай Никитич. Анфиса крепче прижалась к нему. — Брось, дурочка, — сказал Николай Никитич строгим голосом, но голова у него затряслась. — Может, и я с тобой поеду? Но Анфиса долго не могла успокоиться. Только когда из-за реки подул ветер и стало холодно, она встала и, крепко держась за Николая Никитича, пошла с ним в дом. Надо было собрать старику ужин. Разговоры за чайным столом Когда поезд, лениво постукивая на стыках, проходил по мосту над рекой, Коля Евсеев, студент лесного института, бросился к окну. С моста лучше всего был виден родной городок. В нем Коле не было уже около трех лет. Первое, что он увидел, — это стадо коров. Они стояли по брюху в воде и, задумавшись, жевали жвачку. На берегу лежал пастух и, закинув руки за голову, смотрел на небо. Он не обратил на поезд никакого внимания. Позади пастуха поднимались крутые бугры, а на них в рассыпную стояли дома. Почти все дома были одинаковые. Первый этаж кирпичный, а второй деревянный. За кружинными занавесками цвели в вазонах комнатные цветы, протертые стекла блестели от солнца. Недаром про этот городок ходила поговорка «Ливные своими хоромами дивны». Городские хозяйки изо всех сил поддерживали чистоту в домах. Они гордились этим перед жительницами пригородной Стрелецкой Слободы. В Слободе ни порядка, ни чистоты спокон веков не было. Слободские всегда жили по-цыгански. Городок показался Коле после жизни в Ленинграде очень маленьким, чуть выцветшим. Но воздух был чистый, яркий, и далеко были видны из окон вагона золотые подсолнухи в огородах. На вокзале, где слободские женщины набивались с вишней скороспелкой и солеными огурцами, Колю встретила мать Нина Порфирьевна, седая решительная в пенсне. Доктор Нину Порфирьевну знал не только весь город, но и весь район. Многим великовозрастным людям она по старой привычке говорила «ты», так как лечила их еще в те времена, когда они были совсем клопами, мальчишками и девчонками. Нина Порфирьевна крепко поцеловала Колю, сняла пенсне, вытерла покрасневшие близорукие глаза и сказала парнишке с кнутом, что стоял рядом и с восхищением глядел на Колю. «Ну вот, Кузя, дождался. Посмотрел, какие из себя ленинградские». Кузя покраснел и невнятно ответил. «Да уж посмотрел. Тащи вещи на Таратайку». Таратайка запрыгала по булыжной мостовой. Мостовая была горбатая, и Таратайка ехала боком, будто хотела повернуть обратно к вокзалу, несмотря на то, что гнеды и лошадки бежали шустро и старались тащить Таратайку вперед. Коля засмеялся, а Нина Порфирьевна сказала «Драндулет! На нем еще твой дед ездил по больным, а все держится. Но ничего, осенью дадут мне машину, эмку». Нина Порфирьевна очень радовалась, что Коля наконец-то приехал. Помог случай. Местность вокруг городка была известна на весь союз обилием оврагов. С каждым годом они отхватывали куски полей, разрушали дороги, и то и дело приходилось строить новые мосты вместо обвалившихся старых. Как говорили, овражность была здесь резко выражена, и поэтому в городке открыли недавно овражно-опытную станцию. Коле повезло. Его назначили на эту станцию на летнюю практику. Если бы не это обстоятельство, то Нина Порфирьевна не увидела бы Колю и в этом году. Опять бы уехал на лето в какую-нибудь глушь мерить леса. «Я уж и надежду потеряла, что ты явишься», — говорила Нина Порфирьевна. «Специальность у тебя лесная, а в этих местах от лесов остались одни ошметки. Вот, думаю, глупо, как получилось. Не видать мне теперь моего Коленьки никогда. Хоть переводись в лесные края». А вышло, что и для лесного специалиста нашла здесь работа. В это время из-под копыт лошадей взлетела, теряя пух, черная тощая курица. Она так пронзительно закричала, что лошади шарахнулись и прижали уши. Кузя погрозил курице кнутовищем. «Вот я тебя нашла, где рыться, старая дура!» Нина Порфирьевна жила на выезде из городка на крутом берегу реки. Деревянный дом, построенный еще Колиным дедом, покосился, но сад разросся. В саду щипал траву, привязанный к дереву, телок с белым пятном на лбу. Увидев таратайку, он поднял голову и так уставился на лошадей, что даже позабыл отмахиваться от прилипчивых мух. Нина Порфирьевна накормила Колю и ушла на прием в амбулаторию. Она торопилась, и потому расспросы и разговоры пришлось отложить до вечера. Коля прошел в свою комнатку. Все в ней оставалось на прежних местах, как в тот последний день, когда он уезжал из дому. Только стало темнее от разросшейся за окнами сирени. Коли сел к старенькому столу, начал выдвигать ящики и перебирать уже позабытые вещи. Школьные тетради, коллекцию уральских камней, Развинченный на части старинный телефон, Альбом с почтовыми марками, Высушенные листья дуба, клёна, березы, каштана. Все это уже пропылилось, И показалось Коле таким давнишним, старым, Что он даже рассмеялся. Будто это не заветные и когда-то любимые мальчишечьи вещи, А склад рухляди, скряги Плюшкина. И вместе с тем, ему было жаль расстаться с этими вещами. Они, конечно, утратили свою былую значительность, Но он оставался благодарен им за прошлые радости, За мечты, за игру воображения, которую они в нем вызывали. Сейчас, встретившись с ними, он долго их рассматривал, А потом тщательно сложил в ящик стола в том же порядке, В каком они лежали там уже давным-давно. Кто знает, если бы не эти вещи, То, может быть, он никогда не выбрал бы себе То занятие, к которому теперь так пристрастился. Может быть, никогда бы не стал лесоводом. Дело это требовало особых свойств, Любви к природе, Романтического отношения к действительности, Выносливости. Человеку, лишенному воображения, Нечего было делать в этой области. Нужно было обладать и сильным воображением, И большой любовью к человеку и земле, Чтобы отдать все силы, Рассчитанной на десятилетие работе, Окончание которой ты, может быть, не увидишь. В доме было тихо, Коля отвык от такой тишины. Он прошел в столовую, Поднял крышку рояля, Сильно ударил по клавише. Тотчас за окном вскрикнул петух, Рывшийся на грядки с огурцами, И, не оглядываясь, Помчался на сухих жилистых ногах Прочь в глубину двора. Коля зашел на кухню. Там старая нянька Марьевна Чистила самовар. Марьевна совершенно оглохла, Разговаривать с ней было невозможно. «Как здоровье, Марьевна!» Прокричал Коля. «Шибче говори!» Отозвалась Марьевна. «Шибче!» «Я с летошного года уже и грома не слышу!» Коля походил по саду. В саду жило множество муравьев, Они повсюду проложили свои песчаные дорожки. Коля поглядел, как муравьи бегут друг за другом По клумбе между ползучих и сочных цветов портулака И позавидовал муравьям. Живут среди цветов, трав, всяких листиков, В уютных древесных дуплах, Но, конечно, этого не понимают, не ценят. Коля вернулся в дом, захватил полотенце И пошел на реку купаться. Река сильно обмелела. Противоположный берег был весь в оврагах. Даже с этого берега было слышно, Как журчат по их дну родники. Коля начал осторожно спускаться по крутой тропке. Навстречу ему подымалась загорелая девушка в сарафане С льняными косами, уложенными вокруг головы. «Анфиса!» — крикнул Коля. «Неужто ты?» «Я!» — низким голосом ответила Анфиса и улыбнулась. «Господи, как ты вырос! Надолго приехал! На все лето! Буду работать на овражной станции! А я этой весной окончила школу!» Они поздоровались. Рука Анфисы была холодной от купания. С Анфисой Коля учился в одной десятилетке. Анфиса была на два класса моложе его. «Вот папа обрадуется!» — сказала Анфиса. «Он у меня совсем стал старенький». «А как сад?» Беспокойство одно с садом. Вырастил яблоки новые. Назвал их в мою честь Анфис. Похоже на анис. Она засмеялась. «Пойдем сейчас к нам». «Ну что ж», — согласился Коля. «Я только выкупаюсь». «Ну иди, я наверху подожду». Коля сбежал на берег, разделся, но чтобы броситься в плавь, пришлось идти чуть ли не до середины реки. Коля взглянул в сторону железнодорожного моста. Коровы все еще стояли в воде. «Ну и жара», — подумал Коля. «Как хорошо, что я встретил Анфису». Она сидела далеко на крутом берегу под вязом, и красный ее сарафан пылал на солнце. Коля выкупался и, свежий с мокрыми волосами, вскарабкался по обрыву. Анфиса смотрела, как он легко взбирается к ней, и улыбалась. В саду Николая Никитича, раскинутом над оврагом, среди низких и широких яблонь, колебался под ветерком солнечный свет. Через полосы этого света пролетали пчелы. Николай Никитич, уже совсем седенький, усохший, сидел на бревне в расстегнутой рубахе и подтяжка, и строгал ножиком дощечку для улья. Он расцеловался с Колей, показал ему яблоню Анфис и приказал дочери согреть самовар и накрыть под яблоней стол. Коля еще с детства полюбил эти чаепития под деревьями за круглым дощатым столом, покрытым суровой скатертью с голубой каймой. Вместо сахара подавался сотовый мед в глиняной миске, а чай всегда был жидкий, но вкусный. На стол падали божьи коровки, на мед слетались осы. Коля давил их ножом. За это ему попадала от Нины Порфирьевны. А какие только разговоры велись за чайным столом! Николай Никитич умел поговорить. Он многое знал, не только свое садоводство. У себя в саду он устроил цветочные часы. Об этих часах в городке было множество разговоров. Дело в том, что разные цветы точно раскрываются в разные часы утра и также точно закрываются к вечеру. Николай Никитич засадил этими цветами клумбу и узнавал по ней время с ошибкой, по его словам, не больше, чем на тридцать минут. За этим же чайным столом Коля впервые услышал от Николая Никитича рассказы о Мичурине и Докучаеве, о дубравых засеках, которые росли когда-то по ту сторону реки и охранялись стрельцами, пращурами нынешних обитателей Стрелецкой Слободы. Эта сплошная полоса лесов спасала Русь от татарских набегов. В лесах прорубали с запада на восток широкие просеки. Лес рубили или засекали так, чтобы вековые дубы своими вершинами падали к югу. Получался огромный вал из частых и крепких ветвей. Через него не могли пробраться не только всадники и пешие, но даже лесные звери. «Теперь, конечно, — говорил Николай Никитич, — засеки повырубили, и от них остались, пожалуй, одни названия. Вот, например, Козлова засека около Ясной Поляны, где обитал Лев Николаевич Толстой. В этом саду и решилась Колина судьба после окончания школы. В Ливнах жил в прежние времена композитор Оренский. Николай Никитич знал его и даже с ним подружился. Однажды Николай Никитич рассказал со слов Оренского историю о том, как Чайковский хотел спасти от вырубки сосновый лес вблизи усадьбы, где он в то время жил. Как ничего из этого не вышло и в каком отчаянии был знаменитый композитор. — Вот, — говорил Оренский, дорогой Николай Никитич, — какова игра жизни. Если бы не вырубили этот лес, Чайковский, пожалуй, подарил бы нам еще одну симфонию. Лес его всегда вдохновлял чрезвычайно. А тут все сорвалось. Невольно задумаешься, какую силу оказывают на талант столь разные по значительности вещи, как лес и любовь, рожок пастуха и деревенская песни. Вот и поди разберись. Николай Никитич соглашался, что действительно человек загорается новыми мыслями от вещей совершенно разных и на первый взгляд не имеющих отношения к предмету его занятий или, как нынче принято выражаться, к его творчеству. — Вот я, к примеру, — говорил Николай Никитич, — очень легко себя чувствуя и получая разнообразие мыслей, когда ловлю рыбу в нашей реке. Как будто занятие мальчишеское, а на поверку выходит, что оно и нервы успокаивает, и пищу дает для размышлений по любым вопросам, свойственным нашему уму. Вспомнив об этом случае с Чайковским, Николай Никитич заговорил о лесах, о том, что они не только приносят великую пользу человеку, украшают и оздоровляют землю, но поддерживают самую жизнь на земле. В степной полосе, где был расположен родной Колин городок, лесов не было. Может быть, поэтому они всегда казались мальчику чем-то таинственным, величественным и привлекательным. А Николай Никитич еще подогревал это представление своими разговорами, поэтому Коля, подумав, решил идти после школы в лесной институт. У Николая Никитича висели в доме копии из картин художника Шишкина. И хотя Николай Никитич и говаривал, что Шишкин малость скучноват, но при долгом рассматривании эти картины все же действовали. Коля представлял себя в лесах, написанных Шишкиным, и представлял так ясно, что из этих лесов уже долетал до него запах смолистых пней и земляники. А сейчас Николай Никитич затеял разговор о Курской магнитной аномалии. О ней в последнее время много писали в газетах. Городок славился сильными грозами. Николай Никитич объяснял это тем, что городок расположен в области магнитной аномалии. Глубоко под землей лежат мощные залежи железной руды и притягивают грозы. Коля улыбнулся, слушая объяснение Николая Никитича. Старик Колиной улыбки не заметил, а то бы, конечно, обиделся. Николай Никитич обрадовался, узнав, что Коля будет работать по овражному делу. «Хвалю», — сказал он. «Ты выбрал чудесное занятие в жизни». «А вот что с Анфисой делать не знаю. Ей все в театр хочется, в театральную школу. Шла бы лучше по отцовским стопам, сады бы разводила. Мало на земле растительности, от этого всякие беды. К примеру, овраги. Они по нашей области треть земли охватили за какие-нибудь сорок лет. На моей памяти. Как стали сводить лес, так и пошло». После чая Анфиса проводила Колю. Они пошли к мостику через ручей, впадавший в реку. Ручей едва струился в темном овраге. Тропка к мостику была протоптана в высокой крапиве, и Коля обстрекал себе руки. На мостике Анфиса остановилась. «Но дальше я не пойду. Приходи к нам почаще». Они попрощались. Анфиса медленно пошла обратно. Она несколько раз останавливалась, оглядывалась на Колю. И каждый раз случалось так, что в это же время оглядывался и Коля. Потом Анфиса помакала рукой и скрылась за поворотом. «Прощай, Анфис!» — крикнул Коля, но Анфиса не отозвалась. На следующий день Коля пошел на овражную станцию и представился директору ее Смышляеву. Это был низенький пожилой человек в желтоватых очках. Овражная станция временно помещалась в приземистом доме на главной улице городка. Половину дома занимала аптека, половину — станция. Сотрудники станции ходили к себе через прихожие аптеки. Так им было удобнее, потому что вход на станцию был через двор, а двор всегда был заставлен телегами. Колхозники со всего района приезжали сюда за лекарствами. Двор походил на базарную площадь, весь в конском навозе, в сенной трухе. Привязанные к телегам лошади упорно, без отдыха, жевали сено и стегали себя жидкими хвостами. Из-за этого двора происходили частые стычки с аптекарем Абрамом Борисовичем, под слеповатым, но деятельным старичком в просторном халате. Он так близко рассматривал рецепты, что казалось, будто он их не читает, а нюхает. Когда Коля вошел, Смышляев как раз ссорился с Абрамом Борисовичем. Он разговаривал с ним через маленькую форточку, прорезанную в двери, что вела из его кабинета в аптеку. Такие форточки обычно устраивают в кассах. — Абрам Борисович, — говорил Смышляев, — это ж не постоялый двор, надо что-то делать. — Вы, очевидно, полагаете, — пронзительным голосом отвечал Абрам Борисович, взбалтывая склянку с мутной жидкостью и рассматривая ее одним глазом на свет, что это образцовая аптека номер один в Москве. — Где вы находитесь? Это же Чернозем! — крикнул он. Со стуком поставил склянку на прилавок и яростно посмотрел на молодую смешливую колхозницу, дожидавшуюся лекарства. — Вот, извольте, поглядите на эту красавицу! Молодайка закрылась локтем и фыркнула. — Подойди-ка сюда! — приказал Абрам Борисович. — Ой, батюшки, страх какой! — сказала молодайка и бесстрашно подошла к прилавку. — Вот капли, а вот полосканье! — сказал Абрам Борисович. — Смотри, не напутай! Покажи, которые капли! — Да что ж показывать-то! Уж вы всегда придумаете! — Покажи, а то не выдам лекарства! — Неужто не выдадите? — насмешливо спросила колхозница. — Человек старый, а молодых завсегда обижаете! Хоть в аптеку не ходи! — Вот! — сказал Абрам Борисович и победоносно посмотрел на Смышляева. — Вы, надеюсь, слышали? — Странно! Как я столько лет работаю при таких обстоятельствах! — он показал на смешливую колхозницу. — И еще чувствую себя нормальным человеком! — Уж вы всегда так! — пробормотала женщина, забрала лекарства и вышла, хлопнув дверью. За дверью она прыснула от смеха и сказала кому-то. — Нигде, молодайки, нету нам проходу из-за нашей неземной красоты! Абрам Борисович посмотрел на Смышляева долгим, теперь уж возмущенным взглядом, и сказал. — Ну, знаете, это уж чересчур! — Простите, — Абрам Борисович пробормотал Смышляев, закрыл форточку в аптеку и обернулся к Коле. — Никогда раньше мне не приходилось работать в такой обстановке. Но, в конце концов, это соседство не мешает, иногда даже веселит. А для работы это полезно, как вы думаете? Коля согласился. — Работать полагается весело, — наставительно заметил Смышляев, — и любить те места, где работаешь. — Я очень доволен, что вы родом из этого привлекательного городка. Пока что займитесь обмером оврагов около Адамовской мельницы, определите их годовой рост и выясните уровень грунтовых вод. — Я подозреваю, что там овраги уже прорезали землю до водоносного горизонта и сильно отсасывают грунтовые воды. Очень что-то быстро сохнет земля. Смышляев помолчал. — Кого бы дать вам в подручные? — Я сам найду помощника, — ответил Коля. — У него ведь работа будет несложная. Волочить по земле цепь да держать рейку. С этим каждый мальчишка справится. — Ну и чудно, — согласился Смышляев. Вечером Коля зашел к Николаю Никитичу. В сумерках летало много ночных бабочек. За рекой в Стрелецкой слободе пели, сидя на берегу девушки. Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль. Коля сидел с Анфисой на пороге дома. Отсюда были видны весь сад, заречье и далекие поля. Анфиса куталась в платок, хотя вечер был теплый, и на яблонях не шевелился ни один листок. — Тебе холодно? — спросил Коля. — Нет, это так. — Загрустила? — Да нет. — Или да, загрустила. — Вот ты уже третий год живешь в Ленинграде, а я один только раз и уезжала отсюда, в Курск, к тетке. Они помолчали. — Завтра начинаю работать, — сказал Коля. — Буду обмерять овраги за адамовской мельницей. — Один? — Нет, хочу взять Кузю и еще какого-нибудь деревенского ребятенка. Они будут таскать цепь и рейку. — Возьми вместо деревенского ребятенка меня, — предложила Анфиса. — Я справлюсь. — Работа тяжелая. — Я сильная. — Вот смотри. Анфиса вытянула голую до плеча руку, казавшуюся в сумерках очень белой, потом медленно согнула ее в локте. — Потрогай. Коля потрогал. Мускулы на руке были маленькие, но крепкие. — Хорошо, — согласился Коля. — Заметана. Если Николай Никитич тебя отпустит. — Отпустит. Николай Никитич зажег в комнате лампу. Ее свет упал через окно в сад. Большой мир вдруг сузился, и от него остались только освещенные мягким светом уголок старого сада с забытой под деревом лейкой. Белые пакучие звезды цветущего табака, да отдаленная песня слободских девушек. И вот повели затянули, поют, заливаясь они, про Волги широкой раздолье, про даром минувшие дни. Анфиса встала, пошла в глубину сада, остановилась над обрывом и долго стояла, слушала. Овраги. Обмер оврагов оказался делом нелегким. Приходилось спускаться в овраги, взбираться по крутым глинистым склонам, делать большие обходы, набрасывать примерные карты. За несколько дней Анфиса, Коля и Кузя сожглись на солнце до черноты, обветрились, пропакли полынью и пылью. Это были удивительные дни. Под жарким солнечным светом, среди трав и полей, где пробегал по дорогам чуть пыля ветерок. К вечеру все так уставали, что с трудом добирались до городка. Тогда Коля решил брать с собой из дому кое-какие продукты. И по два-три дня они не возвращались домой, а ночевали в избе у мельничного сторожа Ивана Дмитриевича, тощего и рыжего. Командовала в избе его жена, веселая старуха Давыдовна. А Иван Дмитриевич только помалкивал, вздыхал, посасывал кислые папироски и неопределенно жаловался то на сухость, то на мокроту в груди. В избе по вечерам при свете кухонной лампочки Анфиса помогала Коле чертить примерные карты оврагов. Бывало, Коля засыпал за столом от усталости. Тогда Анфиса силой поднимала его и вела в угол избы, где для Коли и Кузи было послано сено. Коли сваливался на сено, тотчас засыпал, а Анфиса еще долго сидела за столом, чертила, слушала, как шумит у плотины вода. А потом, улегшись у себя в клетушке, где пахло пшеном, думала, что если Николай Никитич не отпустит ее в театральную школу, то она просто сбежит, а когда ее примут, будет просить у старика прощения. Однажды Анфиса держала полосатую рейку, а Коля наводил на нее нивелир. Вдруг Анфиса выпустила рейку и нагнулась к земле. «Иди сюда!» — крикнула она Коле. «Смотри! Что за прелесть!» Коля подошел. Анфиса встала на колени. Косы ее упали, концы их лежали на траве. Анфиса протянула руки к чему-то еще невидимому, находившемуся на земле. И должно быть очень маленькому. Казалось, Анфиса заслоняет язычок свечи, чтобы его не задуло ветром. «Что такое?» — спросил Коля шепотом. Анфиса подняла на него счастливые глаза. «Лиловый сон!» Меж ее ладоней цвели на земле, покрытые густым серебряным пухом, колокольчики лилового сна. Глядя на Анфису, на ее руки и чуть приподнятые плечи, Коля подумал, что, конечно, Анфиса права, когда бредит театром. Очевидно, театр — ее призвание. Столько легкости и простоты было в положении ее тела, в ее движении. Работа увлекала Колю. Разветвления оврагов были сложно, запутаны. Это была обширная и причудливая страна обвалов, глубоких балок, рытвин, водороев, пещер, родников, крутых красноватых склонов, кое-где поросших терновником и редкой травой, но большей частью глинистых и голых. Некоторые овраги тянулись на километры. Более жестокой картины уничтожения плодородной почвы Коли еще не встречал. Он знал, что площадь оврагов в этой полосе России настолько велика, что урожай с нее мог бы легко прокормить такую густонаселенную страну, как Бельгия. Он знал, что половина земель здесь заброшена и не годна для сельского хозяйства из-за оврагов. Сознание, что склоны этих оврагов скоро будут превращены в террасы, засажены лесом, вишневыми и яблоневыми садами, и что в этом будет часть его труда, наполняло Колю гордостью. Вскоре они добрались и до того оврага, о котором говорил Смышляев. В нем уже был вскрыт водоносный слой. Вода сочилась по склонам тонкими струйками. Она стекала на дно и немного подальше вниз по оврагу, образовывала чистое озерцо. Они решили спуститься к этому озерцу, передохнуть на его берегу и напиться чаю. Овраг был глубокий. Когда они очутились на дне, Анфиса посмотрела вверх, где переплывали через овраг облака, казалось, задевая и покачивая на его краю сухую траву, и спросила, «Как же мы теперь отсюда выберемся?» «Это что?» — хвастливо сказал Кузя. «Тут есть такой овраг, что бросишь в него камень и считай до двухсот, покуда тот камень доскочит до дна. Осенью там разбойники награбленные пропивают». «Это ты брось!» — заметил Коля. «Какие теперь разбойники?» «Сам я их не видал, врать не буду, а слыхать слыхал. Ехал я как-то мимо того оврага ночью, и вдруг слышу, гармошка, наша ливенка, в овраге заливается. Прямо продрала меня по спине. Я как свистнул, кони как взялись, «Только меня и видели те разбойники! Один свист от меня остался!» «Ну и ладно, утешайся своими разбойниками!» День выдался жаркий. От зноя все стало желтым — и небо, и поля, и воздух. Как будто зной долго крепчал, томился и, наконец, приобрел этот тоскливый и зловещий оттенок. Костер из сухих стеблей быстро перегорал, а чайник все не хотел закипать. Вдалеке раздался удар без отката, будто кто-то взял на рояле, нажав педаль, басовую струну, и тотчас отпустил педаль. «Что это?» — испуганно спросил Кузя. «Не как гром?» «Не похоже на гром», — неуверенно ответил Коля. «Это орудие. Тут где-нибудь стрельбище?» «Нету тут стрельбища. Надо бы полезть наверх, поглядеть». Кузя начал карабкаться по откосу. Сухая глина комьями сыпалась из-под его ног. Анфиса, подкладывая в костер сухие стебли, сказала «Хорошо, Коля, что у тебя есть мама». Коля удивленно посмотрел на Анфису. «А у тебя есть отец». «Это не то», — промолвила Анфиса. «Отцу многого не расскажешь. Не с кем мне поговорить обо всем. А со мной?» Анфиса покачала головой. «С тобой как раз и нельзя». Коля хотел спросить ее, почему, но сверху хрипло закричал Кузя. «Вылезайте, гроза, страсть какая!» «Анфиса, скорей!» Быстро сказал Коля. Он с облегчением вспомнил, что рейку и инструменты оставил наверху на краю оврага. Анфиса накинула о голову платок, начала торопливо его завязывать. «Скорей!» — умоляюще повторил Коля и схватил Анфису за руку. Вдруг все померкло. Желтая пыль, сорванная с дорог и полей, завелась вверху, и в этой пыли исчез Кузя. Коля тащил Анфису по крутому обрыву, хватался за колючий терновник и задрал руки. Вверху уже все ревело. Взглядывая на край обрыва, далеко ли еще взбираться, Коля один только раз увидел солнце, но лучше бы он его не видел совсем. Оно было косматое и так дымилось, будто ветер запустил его, как волчок с чудовищной скоростью, и от солнца отрываются и улетают вместе с бурей клочья мрачного пламени. Анфиса что-то сказала, Коля взглянул на нее. Лицо Анфисы помертвело. Только глаза, темные, напряженные, смотрели вверх, где бурьян рвался из стороны в сторону, цепляясь за землю. «Что?» — спросил Коля. «Темно, как ночь!» — крикнула Анфиса. «Мы успеем до дождя! Не волнуйся!» «Что она кричит?» — подумал Коля. «Какая ночь!» «Ах да, там наверху, в разъяренном небе, летела тьма. Последние остатки света ветер гнал впереди урагана. В полях они были, должно быть, еще видны, эти быстро меркнущие кровавые отблески во всклокоченных далек. Лишь бы не начался сейчас дождь. Если хлынет ливень, тогда они пропали. Глина размякнет, поползет вниз, начнет обваливаться глыбами. Они не удержатся, сорвутся на дно оврага, а там уже будут мчаться, подымаясь все выше. Грязный, пенистый поток. Он их захлестнет и потопит». Коли хорошо понимал опасность, захватившую их врасплох и полную свою беспомощность. Но вместе с тем, может быть, из-за этой внезапности, он временами не верил, что опасность так велика. «Сон это, что ли?» подумал он и застонал от досады. На руку упала первая теплая капля дождя. «Что ты?» — крикнул Анфис. «Это не дождь. С тебя пот льет ручьями». Только тогда Коля сообразил, что на руку ему упала капля пота. Склон оврага стал более пологим. Над краем его показалась растрепанная голова Кузи. Кузя протянул руку и помог Анфисе и Коле выбраться наверх. Коля вздохнул всей грудью и взглянул в ту сторону, откуда подходила гроза. «Спасены!» Но он не успел ничего сказать. Небо раскололось в дребезги ветвистой струей огня. Тяжелым взрывом грохнул весь горизонт. «Тут шалаш! Землянка!» — прокричал Кузя и показал в поле. Они подхватили рейку и инструменты, побежали к шалашу навстречу свинцовой стене ливня и успели спрыгнуть вниз в землянку, когда отвесно падающая вода шумела, набегая уже рядом в нескольких шагах. Анфиса села на старое перепрелое сено и закрыла глаза. Коля сел рядом с ней, несмело взял ее руку. Анфиса тихонько подышала на его пальцы, как бы стараясь приласкать и успокоить Колю. «Какие молнии!» — сказала Анфиса. «Я сижу с закрытыми глазами, а все равно слепит». Ливень шумел, набирал силу, запахло мокрой землей. Ветер стих, и теперь в ровный гул дождя вошел новый звук — рев и плеск потоков, мчавшихся по оврагам. Потоки вспухали, подмывали склоны, глина глыбами падала в воду. Вода несколько секунд переливалась через эти глыбы грязными каскадами, потом размывала их, и, вертя в водоворотах среди пузырей пены утонувшего черного галчонка, неслась дальше. «Гроза будет затяжная или короткая?» — неожиданно спросила Анфиса. «Не знаю», — ответил Коля. «А как бы ты хотел? — Чтоб затяжная?» «Да!» «Пусть этот проливной дождь длится хоть до утра, лишь бы сидеть здесь в шалаше и видеть, как уже обессиленные медленные молнии освещают лицо Анфисы, ее темные узкие брови. А до городка можно добраться и ночью. Ночь будет лунная». Дождь стих только в сумерки. Обратно шли разувшись. Глина прилипала к ногам, от промокшей земли тянула холодком, и Анфиса продрогла в отсыревшем платье. В обмытой траве наперебой кричали перепела. Туча уходила на север, еще лилась там черной стеной дождя, на притихшие села, еще мигала зорницами, а на юге вечернее небо уже очистилось и сияло голубоватым светом. Они вошли в городок поздним вечером. Река тяжело шумела в крутых берегах. На улицах блестели в мураве лужи, засыпанные сломанными ветками. Городок был растрепан бурей. Зашли сначала к Нине Порфирьевне, ее не было дома. Марьевна сказала, что Нина Порфирьевна ушла к Николаю Никитичу. — Зачем? — испуганно спросила Анфиса. Марьевна виновата посмотрела на Анфису и промолчала. Она не слышала. Анфиса повернулась и выбежала на улицу. Коля бросился за ней. Кузя не решился идти следом за ними и поплелся домой. — Ну и наломала гроза хворосту, — подумал он, отбрасывая ногой поломанные ветки. — Должно быть, опять повалила мамашин забор. Каждый раз после грозы этот забор заваливался, и Кузя уже надоело его чинить. На главной улице Кузя увидел вывернутые дождевыми потоками огромные булыжники, заржавленные кровельные листы на мостовой и засвистел. Дело было серьезное. Старые яблони. Дело действительно было серьезное. Когда Николай Никитич только что прилег отдохнуть, за рекой пробормотал первый гром. Николай Никитич нехотя встал. — Что-то опять. Начала побаливать застарелая язва. Надо бы сходить к Нине Порфиревне. Она вновь скажет, что не обойтись без операции. А какая операция, когда человеку перевалило за шестьдесят? — Лучше уж так дожить без операции, только беречься, не поднимать тяжести, не надрываться. Николай Никитич закрыл вьюшки в печах, вышел на крылечко, посмотрел на тучу и покачал головой. Много он видал гроз, но это ему особенно не понравилось. Во всю длину тучи шло, дымясь желтое облако, похожее на грязную вату. — Низкая гроза, — определил Николай Никитич. — Ох, и будет же хлобыстать! Он оглянулся на город. Окна в домах хмуро поблескивали, как бы с неодобрением поглядывая на тучу. Из-за реки летели, разевая клювы, галки, и прятались на чердаках. Около заборов перекликались встревоженные женщины. За рекой со стороны грозы шел товарный поезд. Дым из паровоза рвался клубами вверх и казался на аспидном небе необыкновенно белым. Николай Никитич посмотрел на сад. Его издавна тревожило одно обстоятельство. За последние три года овраг подошел к саду вплотную. В одном месте даже покосился забор. А когда Николай Никитич сажал этот сад, овраг был от забора не меньше, чем в ста шагах. Как бы сад не подрыло, взволновался Николай Никитич. Несколько раз за лето он обходил овраг, прикидывал, что бы можно сделать. И заметил, что водомоина, по которой дождевая вода стекала в овраг, проходила очень близко от другого оврага, который тянулся в сторону ручья. У Николая Никитича возник план прокопать из водомоины канаву в этот соседний овраг, чтобы отводить туда во время ливни и воду. Но было как-то совестно это делать. На краю соседнего оврага стояла чужая хибарка. Правда, в ней давно никто не жил, она была заколочена, но все-таки неудобно. Пока Николай Никитич раздумывал над этим, туча закрыла солнце и переползла через реку. Вороватая молния опалила глаза, хлынул ливень. Николай Никитич попятился от порога. Ему почудило, что в потоках воды, хлиставших с неба, мечется по саду что-то серое, будто скачет все на одном и том же месте белые лошади. Потом он услышал легкий треск, и заметил, что забор медленно валится в сторону оврага. «Подмывает!» — крикнул Николай Никитич, нахлобучил кепку, натянул порыжелую кожаную куртку, схватил лопату и, нагибаясь под дождем, побежал через сад к водомойне. По ней уже неслась грязная вода. Николай Никитич перепрыгнул через водомойну, упал, измазался в глине, поднялся и начал торопливо копать канаву к соседнему оврагу. Теперь в такой проливе никто не мог ему помешать. Земля была вязкая, прилипала к лопате, дело шло медленно, а до соседнего оврага оставалось еще шагов двадцать. Вода лилась с кепки по лицу, мешала видеть. Внезапно Николай Никитич вспомнил об Анфисе и перестал копать. Ну, как ливень застанет их в поле, в этих проклятых адамовских оврагах? Быть не может. Все-таки не дети. Где-нибудь спрячутся. Николай Никитич провел мокрым рукавом по лицу, посмотрел на сад. Забор весь уже повалился, и по ту сторону его вода размывала свежую землю. Николай Никитич отшвырнул лопату. Он видел, как осел большой кусок земли за старой яблоней. Яблоня наклонилась. В обнаженной земле показались темные корни соседней молодой яблони. Они старались удержать эту осевшую землю, но не осилили. Земля обрушилась, старая яблоня упала, вокруг ее вершины закипела вода, и яблоня, ныряя, показывая спутанные корни и вертясь, поплыла по оврагу. Она ударилась о берег, зацепилась, но вода оторвала ее и унесла вниз в реку. «Анфис!» — крикнул Николай Никитич, и пошел, спотыкаясь к дому, забыв на земле лопату. Он вошел в свою комнатенку и лег мокрый, весь в глине, на деревянный диван. Вверху живота ощущалась острая боль. Иногда она затихала, а потом снова схватывала. Сначала слабо, потом все сильнее и сильнее, чуть не до крика, и опять затихала. Николай Никитичу почему-то казалось, что боль возвращается, когда вода начинает подмывать новую яблоню. Усиливается, когда она выворачивает ее из земли, доходит до предела, когда с треском рвутся корни и затихает, когда вода, наконец, оторвет яблоню и унесет по оврагу. Но тут же вода начинала подмывать другую яблоню, и боль возобновлялась. Когда ливень стих, соседка Николая Никитича, Антонина Васильевна, женщина сердобольная и любопытная, заглянула в сад, посмотреть, что натворила гроза и только всплеснула руками. Половины сада как не бывало. Тотчас за клумбой с цветочными часами начинался провал. Антонина Васильевна прошла в дом. Николай Никитич лежал на диванчике, черный, землистый. Судорога дергала его реденькую бороду. Антонина Васильевна побежала к Нине Порфирьевне, не разбирая дороги, прямо по лужам, подобрав подол. Когда прибежали Анфиса с Колей, в доме было пусто. Дверь была прикрыта, но не заперта на замок. Антонина Васильевна рассказала, что Николай Никитич заболел, что приходила Нина Порфирьевна, определила прободение язвы желудка, и Николая Никитича тотчас увезли на операцию в больницу, что с ним теперь неизвестно. В больнице было тихо, тускло горело в коридоре лампа. Нина Порфирьевна вышла навстречу Анфисе и Коле из операционной в белом халате и шапочки. Близорукими глазами строго посмотрела на Анфису, взяла ее за руку, сказала «Пойдем сюда», ввела в свой кабинет и прикрыла дверь. Коля остался в приемной. Он слышал, как вскрикнула Анфиса, хотел войти к матери, но не решился. Появилась знакомая сиделка, кивнула Коля, достала из шкафа чистую простыню, развернула ее, прикинула длину и сказала про себя, как раз по нему. «Коля!» позвала из-за двери Нина Порфирьевна. Она сидела на кожаном диване перед хирургическим столиком и держала за плечи Анфису. Анфиса сидела, наклонившись, упершись руками в кожаный диван. Косы ее упали. Одну косу она крепко зажала зубами и Коля услышал тихий звук, похожий на стон. Анфиса сдерживалась, чтобы не разрыдаться. «Коля!» спокойно сказала Нина Порфирьевна и показала глазами на Анфису. «Пожалуйста, проводи Анфису к нам домой. Посмотри за ней». Нина Порфирьевна помолчала. «Теперь Анфиса будет жить у нас». «Не надо!» прошептала Анфиса, затрясла головой, но тотчас обняла Нину Порфирьевну за шею и прижалась к ней. «Ну, ничего». Нина Порфирьевна сняла пенсне и пригладила Анфисины волосы. «Ты же взрослая, сама все понимаешь. Утешать тебя я не буду. Для меня и для Коли ты родной человек и мы, я думаю, для тебя тоже не чужие. Правда?» Анфиса не ответила, только крепче прижалась к Нине Порфирьевне. Дома Коли сначала не знал, что делать, чтобы успокоить Анфису, но потом понял, что чем сильнее она будет плакать, тем для нее легче. Коли ждал Нину Порфирьевну, но она все не шла. Анфиса, измучившись от слез, затихла в уголке дивана. Коли укрыл ее пледом, погасил лампу и вышел. Он сел в соседней комнате, так, чтобы видеть за открытой дверью Анфису, и просидел почти до рассвета, до возвращения Нины Порфирьевны. Хоронили Николая Никитича через день. Перед похоронами Анфиса пошла в размытый сад. Стараясь не глядеть на свежий обвал, она срезала все цветы с клумбы, где были цветочные часы, и принесла их на кладбище. День похорон выдался пасмурный, теплый. После похорон Нина Порфирьевна пригласила Смышляева и Абрама Борисовича выпить чаю. Оба охотно согласились. По дороге Смышляев сказал, «Многое я испытал, но такой грозы еще не видел». «Я хотя и привык», добавил Абрам Борисович, «но, между прочим, каждый раз волнуюсь». «Народ наш мечтатель», заметил Смышляев, «вся история это доказывает. Возьмите переселенцев на Белые воды. Сказание о Ките же, все эти поиски справедливости и счастья отразено до наших дней, до революции. Вот, к примеру, Николай Никитич, тоже ведь человек своей мечты. А враги его погубили. Может быть, и к лучшему, что он умер. Трудно было бы ему пережить гибель сада». «Дело всей жизни», вздохнул Абрам Борисович. «Да, враги», задумчиво сказал Смышляев, «сколько этим ливнем погубило земли. Я уже выяснил, что здесь каждый год ливни смывают во враги пять тонн плодородной земли с гектара. Это дает недобор хлеба с каждого гектара примерно в три центнера». «Недурно», рассердился Абрам Борисович. «Когда же это кончится?» «Скоро. Осенью начнем засаживать склоны оврагов. Через несколько лет они превратятся в рощи. Размывов больше не будет». «Ха, сказка Андерсена», пробормотал Абрам Борисович, покачал головой и сказал, «Не могу выбить из себя скептицизм». Чай пили на веранде. По углам стояли вкат, как фикусы. Сквозь плотный слой облаков белым пятном проглядывало солнце. Анфиса отказалась от чая и пошла в сад, в беседку. Она села на скамью, смотрела на поля за рекой и вытирала набегавшие изредка слезы. «Пусть побудет одна», в полголоса сказала Нина Порфирьевна Коле. «Посиди с нами». За чаем Нина Порфирьевна говорила, как она рада, что Коля пристрастился к лесному делу, самому, по ее мнению, благородному и замечательному занятию. И спросила, почему Смышляев выбрал себе эту профессию. «Это у меня от матушки», ответил Смышляев. «Отец мой был слесарем на одном из московских заводов. Жили мы в Лефортове, в бараках. Кругом мусор, пыль, не травинки, а мать у меня из-под Вологды. Раз в два-три года она ездила к своим старикам в деревню и меня с собой брала. Там леса. Бывало, приедем, отдохнем, а то мать наденет сарафан, заплетет косу, как девушка, и идет со мной в лес. Это у нее было как праздник. Сядет на полянке, перебирает стебельки, а сама смеется. Приходила в лес прямо как на свидание с любимым. С тех пор у меня особенное отношение к лесу. Я считаю, что лес прекрасное выражение силы природы и самый ясный образчик ее совершенства. Коля слушал плохо. Он все поглядывал в сад, где среди листвы виднелось черное платье Анфисы. Сейчас Анфиса казалась Коле необыкновенно печальной и прекрасной. Коля ощущал присутствие Анфисы у себя в доме как нечто неправдоподобное. Страшно было подумать, что может наступить время, когда в комнатах уже не раздастся ее голос, не заскрепят ступеньки под ее ногами. Просыпаясь по ночам, Коля напрягал слух, будто мог услышать за стеной Анфисина дыхание. Он поворачивался к окну и смотрел на небо. Одни и те же звезды светили и к нему в комнату и к Анфисе. И в этих звездах было непередаваемое никакими словами спокойствие ночи. Речные фонари Писатель Леонтьев только что возвратился в Ленинград после десяти дней проведенных на охоте в глухих болотистых лесах около устья Свири. Он вдоволь надышался резким и холодным воздухом непролазных дебрей, продымился у костров и весь был еще во власти недавно пережитой тишины. Отсюда из Ленинграда она казалась неправдоподобной. Разная бывает тишина, но безмолвие тамошних лесов было, как казалось Леонтьеву, абсолютным. Каждый звук, врывавшийся в это безмолвие, тотчас давал толчок воображению, будто отдаленный гудок озерного парохода или крик ястреба или выстрел. Особенно привлекали Леонтьева гудки пароходов. Он нарочно пошел к берегу Ладожского озера, чтобы посмотреть на пароходы, хотя это было очень далеко от той деревни, где он обосновался. Вышел на берег озера к концу весеннего дня, когда день уже меркнул и переходил в северную ночь. Все было чисто и невесомо, и песчаный берег, и гладь воды, и мгла, порождаемая каждым открытым пространством. По озеру шел пароход, и Леонтьев долго смотрел на его легкий корпус и на зажженные, несмотря на белую ночь, фонари. Там, в этой лесистой почти безлюдной местности, Леонтьев еще раз понял, что всю жизнь писал не то, что мог бы написать. Всю жизнь он мучился тем, что не в состоянии был с полной силой выразить себя, мучился сознанием, что может и должен написать замечательные и нужные людям вещи. Но каждая написанная книга, как только он ее заканчивал, казалась ничтожной, неудавшейся и непоправимо испорченной. Он ругал себя за то, что у него хватало сил только на хорошие замыслы, но не доставало упорства, чтобы их выполнить. Первое время после возвращения в Ленинград Леонтьев никак не мог усидеть в своей холостяцкой квартире. Его все тянуло на воздух, наружу, к Неве. Счастье его, что он жил именно в Ленинграде, где природа входила в самый город и сливалась с площадями, фронтонами зданий, набережными и с самим воздухом и перспективой ленинградских улиц. Вот и сейчас Леонтьев бродил вечером по городу и думал о множестве разнообразных вещей. Сначала он, конечно, в который уж раз изругал себя за то, что ленив и никогда не пишет книги во весь голос, всегда они у него идут по затухающей кривой. Это были неприятные мысли, и Леонтьев постарался поскорее от них избавиться. Была поздняя весна, и чувство этой весны, завладевшей городом, и ожидание длинного лета было таким радостным, что Леонтьев скоро успокоился. Он долго стоял на набережной, но смотрел не на Неву, а поверх нее, на тонущие в световой дымке строгие здания, на свет зари и на самое прекрасное, что украшало каждую ночь, прозрачную, как капля воды, звезду, горевшую над купами темной зелени. В небе прошел на большой высоте самолет и оставил после себя снежную полоску. Она долго не таяла, она будто тянулась от шпиля Михайловского замка к этой звезде и казалась воздушной тропой, ведущей в мировое пространство. Леонтьев всегда испытывал необъяснимую грусть, когда становился свидетелем чего-либо простого и прекрасного. Грусть эта пришла к нему и сейчас. Стараясь отыскать ее причину, он внезапно понял, что это не грусть, а какое-то необычное, очень светлое и плодотворное состояние. Только покосности своей мы называем его грустью, не желая тратить силы и время, чтобы в нем разобраться. А разобраться бы надо давно. Потом он подумал, что есть особая прелесть как раз в таких вот неясных человеческих состояний. Из них-то и рождается поэзия. Вот весна. В памяти возникают давно прочитанные слова. Вскоре они уже поют все настойчивее, их уже невозможно, нельзя позабыть. Они утверждают свою власть над человеком и входят в его жизнь, как входит сама весна. Ты счастье, ты радость прежних лет, весна моей мечты далекой. Прозаик по самой своей сути человек медлительный, обстоятельный и простой. Поэзию же Леонтьев считал волшебством, поэтому он завидовал и не уставал восхищаться их способностью всегда по-новому, неожиданной броско передавать давно знакомые ощущения. Леонтьев медленно пошел через Петроградскую сторону. На северо-западе никак не могла погаснуть заря, а на востоке ее уже сменяла другая. Он, усмехаясь, думал, что вот идет навстречу заре, навстречу какой-то новой жизни, и это выражение навстречу заре, вовсе не затасканная старая метафора. Если вглядеться в чистоту неба, в его золотизну, то невольно начнешь волноваться, как будто впереди и вправду тебя ждет счастье. Это счастье скрыто и в прозрачности ночи, и в огнях речных фонарей, и в том, что где-то высоко на четвертом этаже слышен из открытого окна детский смех. Леонтьев подумал, черт возьми, как бы это все собрать воедино свои мысли и привести их в полную ясность. Единственное, что он сейчас ощущал, это волнение, вызванное быстро меняющимися мыслями. Но в этих мыслях было что-то одно, главное, чего он еще не мог уловить, выразить словами. Он знал, что в ту минуту, когда весь этот хаос, как будто мимолетных мыслей и впечатлений, станет совершенно отчетливым, наступит время писать. Наступит та жажда писать, когда каждая потерянная минута кажется катастрофой, тогда весь этот поток разрозненных мыслей войдет в гранитные строгие берега повествования. Удивительнее всего, что окружающее было подстать этой ночи с ее сумрачным блеском и тусклый отцвет адмиралтейской иглы, и слабый огонь зари в окнах, и приглушенные голоса, и даже внешность людей. Вот прошел старик без шляпы с заложенными за спину руками, известный ученый, остановился на берегу и долго смотрел на черные грузные баржи, стоявшие на якоре на большой невке. Он, должно быть, удивлялся тому, что баржи эти, сделанные из тяжелого темного дерева, казались сейчас в свете ночи совершенно невесомыми. Или вот девушка в темном скромном платье, она сидит на каменном спуске к воде и, низко нагнувшись, читает при последнем иссякающем свете какую-то книгу. Что она читает? Подумал Леонтьев, остановился, хотел спросить об этом девушку. Но та обернулась, посмотрела на Леонтьева раздосадованными глазами, такими большими, что вокруг блестящего зрачка был виден нежный белок, и заклопнула книгу. Спрашивать не пришлось. На обложке Леонтьев прочел Алексей Толстой «Хождение по мукам». Девушка поднялась, пошла по набережной, и Леонтьев, глядя ей вслед, увидел, что это совсем еще юное существо, тоненькое, со слабыми плечиками и детскими косами. Всю ночь Леонтьев бродил по островам, долго сидел на бонах лодочной станции, быстрое течение на невке перебирало и расчесывало зеленые нити водорослей. Стало холодно, туман серыми струйками начал осторожно выползать из садов и стлаться по воде. Никого вокруг не было. И тут наконец Леонтьев понял, что все эти его такие разрозненные мысли по существу являются мыслями о родине и о нем самом, как частицы многомиллионного народа, частицы своей страны. Ленинград был одним из лучших ее выражений и все в нем до последней мелочи говорило о прошлом, о настоящем и будущем России. Теперь Леонтьеву стало ясным, о чем он будет писать, о России. Она сейчас представлялась ему обширным миром поэзии, далеко еще не до конца исчерпанным поэтами, писателями и художниками. Да полно! Можно ли эту поэзию исчерпать до дна? Конечно, нет. Но он все-таки должен добавить ко всему, что писалось о России, свой вклад, свою любовь к ней, свое ощущение эпохи, небывалой и удивительной. Как? Каким путем он это сделает? Это, в конце концов, было не так уж важно. Он твердо знал, что сделает. Он лег на Боны, зачерпнул Невской воды и умыл ею лицо. Вода пахла водорослями и немного железом. Леонтьев встал, вытерся носовым платком. На лицо его упал луч только что взошедшего солнца. И он улыбнулся от ощущения утренней теплоты. Дорожная книга Пароход сел на мель на рассвете. Он долго работал то вперед, то назад. Из-под колес буграми била вода, но сняться смели не удалось. Ака волочила грунт на перекате с такой силой, что было видно, как песчаное дно переливается вниз по течению. Засели прочно. Пароход жалобно загудел, но всем было ясно, что гудеть бесполезно, и гудок вскоре затих. Оставалось ждать попутного или встречного буксира, который мог бы стащить пароход смели. Но река была пока что пустынна. На гудок приехал с берега бакенщик. Он божился, что только вчера над этим местом прошел буксир кочегар с четырьмя баржами нефтяниками и ни разу не коснулся дна. «Шалит река», виноват, говорил бакенщик капитану. «Несет песок бесперечь второй год. Каждый день перекат меряю, переставляю бакены». «Да за этой рекой разве угонишься?» «Чуть оглянулся она, пожалуйте, завалила уже песком весь фарватер». «Нарочно в залесье задержались», с отчаянием сказал капитан, «чтоб проскочить этот проклятый перекат засветло. И вот на тебе, проскочили». Анфиса стояла на палубе, облокотившись о борт, и смотрела на крутой берег реки, заросший желтыми цветами. На берегу, на перевальном столбе, висели черные шары. Около столба сидел мохнатый пес и смотрел на пароход. Каждый раз, когда Анфиса на него взглядывала, пес начинал мотать пушистым хвостом и повизгивать, но подойти к обрыву не решался. «Твоя собака?» спросил капитан бакенщика. «Моя дамка. Пароходы она уважает. Будет так вот сидеть глядеть хоть целый день. А вот моторок не любит. Прямо сипнет от злости как их увидит. И чего и дались те моторки не пойму». «Что нибудь да есть», сказал капитан, «не без причины». «Известно, не без причины», радостно согласился бакенщик. Он охотно соглашался со всем, что говорил капитан, лишь бы оттянуть неприятный разговор о неправильно поставленных бакенах и посадке парохода на мель. в глубине души. он сам не знал, виноват ли он, что пароход сидит на мели или нет за ним никакой вины. Пожалуй, скорее вины нет. Не может же он каждые два часа мерить глубину на фарватере и переставлять бакены с места на место. Река за последние годы совсем отбилась от рук. Кто его разберет? Чего в ней теперь больше, воды или песку? Вот месяц назад села на мель беляна у ближних полян, а сейчас уже намыла вокруг нее целый остров. Из того острова мальчишки ставят закидные удочки, ловят рыбу. А вокруг беляна-то, спросил капитан, и бакенщик даже поежился. Вот он старый разговор, той, что у ближних полян небось лоза уже выросла. Это верно выросла, с готовностью подтвердил бакенщик, хотя знал, что никакой лозы там еще нет. Он помолчал и наконец спросил капитана о том, что его давно и больше всего беспокоило. Отец мой, бывший водолив, все серчает, что происходит такое обмеление. Это говорит, инженеры виноваты. Городить должны реку плотинами, не упускать полую воду. Правильно в распределении воды, говорит, нету. Надо думать, пустые это слова. Почему пустые? Я так полагаю, что не в распределении дела. А бесперечь сохнет земля. Вода куда-то девается, шут ее знает. Что ты путаешь, рассердился капитан. Старик твой верно говорит. Воды на земле не убавилось, и дожди те же, и снега те же. А вот распределение воды в природе дурацкое. В мае размахнет разлив на десять километров, а через месяц нет воды, утки вброд переходят. Правильно. А почему такое явление, не соображаешь? Потому что голо кругом. Капитан кивнул на песчаные берега. Голо! Я по этой реке плаваю уже тридцать пять лет. Что тут раньше было, забыл? Лес, конечно, был, ответил неуверенно Бакинщик. Хороший лес, семь верст до небес и все лесом. Вот то-то лес воду берег, притенял землю, питал реку весь год. Были бы леса, не надо нам никаких плотин, понятно? Понятно, пробормотал Бакинщик. Анфиса слушала этот разговор и думала о Коле Евсееве. Этим летом Коля проходил практику под Ленинградом в пригородных парках. Анфиса плохо представляла, какая там может быть работа для будущего лесовода. Зиму Анфиса прожила в Москве, училась в театральной студии. Поселилась она в студенческом общежитии на Гоголевском бульваре. Ей сразу же понравилась Москва. Ее зимние туманы, огни, сутолок, театры, куда она научилась пробираться со своими подругами по пропускам, студия, где преподавание было поставлено очень интересно, жаркие до слез споры об искусстве, о последних спектаклях, непрерывная работа над собой, которой настойчиво добивались преподаватели от постановки дыхания и голоса до умения эффектовать. Чтобы быть хорошим актером, надо много знать, понимать и прочувствовать. Таков был закон студии. Анфиса жадно читала, бегала по музеям. Стипендий ей не хватало, и она кое-что подрабатывала. Помогала писать декорации в мастерской одного из театров. Художник был невероятно ленивый и наваливал на Анфису гораздо больше работы, чем полагалось. Анфиса очень уставала. Но все искупали репетиции, когда декорации впервые ставились на сцене и на них пробовали освещение. Блеск красок, свет, то багровый, то золотой, то синий, шумное отчаяние режиссера и художника, их постоянные стычки, запах алифы, звуки оркестра, тут же разучивавшего музыкальные куски. Все это нравилось Анфисе. Особенно любила она пустой и неосвещенный зрительный зал. Нигде чувство приближающегося неизбежного праздника не было так сильно, как там. Пройдет еще несколько часов, и темный этот зал преобразится, засверкает огнями позолотой и наполнится до самого купола пением оркестра. Легкий театральный ветер будет колебать занавес, и, наконец, начнется спектакль, то удивительное зрелище, к которому Анфиса все еще не могла привыкнуть. С Колей Анфисой переписывалась редко. Коля звал ее приехать на летние каникулы в Ленинград. Анфиса уже совсем была собралась, но передумала. Решила поехать со своей подругой, студийкой Татой Базилевич, на две недели на пароходе от Москвы до Казани и обратно. Вернусь, и если останется свободное время, поеду в Ленинград, говорила она себе, хотя хорошо знала, что свободное время останется. На палубу вышел плотный человек, лысоватый, загорелый, с сидящей бородкой и прищуренными спокойными глазами, ленинградский писатель Леонтьев. Анфиса и Тата познакомились с ним, как только пароход отвалил от речного вокзала в Москве и тотчас дружились, хотя Леонтьев оказался великим молчальником. Говорил он редко, больше усмехался. «Сидим?» спросил Леонтьев Анфису. «Сидим». «Люблю речное плавание», хитро сказал Леонтьев. «От торопливости, говорят, жизнь сокращается». Он сел в плетеное кресло на корме, закурил и, как всегда, углубился в чтение. Читал он все одну и ту же толстую книгу. Называлась она «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга. Среднерусская черноземная область». Леонтьев разложил на столике карту. Отрываясь от книги, он рассматривал ее, прищурив глаз, чтобы в него не попадал дым из трубки. Изредка он делал выписки в толстую зеленую тетрадь. Он читал и работал на палубе так же спокойно, как должно быть у себя в холостяцкой квартире. Ничто ему не мешало, ни разговоры пассажиров, ни вечный смех Таты Базилевич, ни остановки на пристанях, ни встречные пароходы. Леонтьев безмолвно участвовал во всей пароходной жизни. Он часто откладывал книгу и смотрел на берега. Вот на Крутояре деревенские девушки наваливают на телегу сено из стогов. Что-то задорно кричат вслед пароходу и зубы их блестят на солнце. Потом стога и девушки пропадали за поворотом и пароход гудел, сбавляя ход перед разводным мостом. Мост торопливо разводили, пароход проходил в узкий пролет. Пассажиры висели на бортах. Леонтьев вставал и тоже подходил к борту. На мосту, засыпанном сухим сеном, дремали лошади, свистели в два пальца мальчишки, махали платочками девушки. Бородатый паромщик с багром в руке кричал «Рылеева не видали?» «Следом идет», отвечали с мостика. «Там у меня зять механиком». «Чего?» «Зять, говорю, механиком». «С чем вас и поздравляем, папаша», кричали с парохода. Паромщик неодобрительно качал головой. Пароход проходил, волны весело били по мосту, заклестывали на него, девушки с визгом подбирали платья, лошади пятились, предая ушами. Дружно качались привязанные к мосту дощаники и пароход, широко разворачивая за кормой пенистый след, прибавлял ход до полного. Все успокаивалось. Леонтьев возвращался в плетеное кресло, монотонно работала машина, слугов доносился запах клевера, клонила в дремоту. Леонтьев засыпал на несколько минут, а когда просыпался, за излученной реки в слюдяной дымке полудня виднелись вершины старых верб и деревянные шесты, антенны над крышами какого-то села. И страшно высоко, оставляя в синеве перистый след, проходил над рекой самолет. Книга России, которую так медленно читал Леонтьев, заслуживала изучения. В конце XIX века петербургский издатель Девриен начал выпускать многотомное географическое описание России. Руководил этим изданием известный географ Семенов-Тяньшанский. Каждый том был посвящен той или иной области страны и снабжен картами и множеством рисунков и фотографий. Обширный этот труд был интересен тем, что помимо общего описания каждой области, ее рек и озер, почвы, климата, растительного и животного мира, исторических судеб, быта и культуры, промыслов и занятий населения, в нем были еще подробно описаны не только все города вплоть до самых ничтожных заштатно, но даже все села и деревни. Это описание России, по мнению Леонтьева, не потеряло значения и теперь, хотя его трудолюбивые составители и отличались пристрастием к церковной старине, ярмаркам и помещичам имения. Леонтьев смотрел сквозь пальцы на эти слабости авторов России. Он находил в книге много полезного и неожиданного. В конце концов, это была первая географическая энциклопедия страны. Она давала представление о ней в те времена, когда в России особенно бурно развивалась промышленность, строили железные дороги, начиналась каменоугольная горячка в Донецких степях. Леонтьев выписывал из книги отдельные места, сам еще не зная, пригодятся ранее ему для работы. Просто эти места казались ему интересными. На реке Воронеже при вступлении этой реки в обширное лесное пространство, расположенное в трех уездах Козловском, Липецком и Раненбургском, находится село старая казинка, бывшая в начале девятнадцатого века во владении помещика Ивана Герасимовича Рахманинова. Этот Рахманинов был поклонником Вольтера и переводчиком его сочинений. В 1788- 89 годах Рахманинов, будучи конногвардейским офицером, издавал журнал «Утренние часы» и завел свою типографию, которую по выходе в отставку перевез в Казинку. В 1795-м году по доносу Козловского цензора типография была закрыта, а сам Рахманинов отдан под суд. Но вскоре типография и книжный склад сгорели, и Рахманинов был освобожден. племянник Ивана Герасимовича был замечательным ученым и профессором механики в Киевском университете. В настоящее время семья Рахманиновых дала даровитого молодого композитора, автора опера Олега и ряда других произведений. Леонтьев усмехнулся, перелистал несколько страниц и снова начал выписывать. В семи верстах выше устья реки Красивое Мече расположено село Троекурово, имеющее больше трех тысяч жителей, две церкви и лавки. Троекурово в конце семнадцатого века по свидетельству Синодика, хранящегося в Лебедянском монастыре, принадлежало князю Ивану Троекурову, спутнику юности Петра Первого. Он был назначен начальником Стрелецкого приказа и в этом качестве должен был вершать разнообразные дела. Так, в 1695 году к Троекурову привели мужика, который закричал «караул» и сказал за собой Государева слово. Допрошенный Троекуровым, он заявил, что если ему помогут сделать крылья, как он укажет, то он будет летать, как журавль. Крылья были сделаны по указу Великих Государей. Мужик надел их, перекрестился и приказал раздувать крылья мехами, но подняться все-таки не смог, ссылаясь на их тяжесть, а потому бил челом Троекурова, чтобы ему дозволили сделать другие крылья, которые обойдутся всего только в пять рублей. Но князь раскручинился, приказал бить мужика журавля батагами, а восемнадцать рублей казенных издержек доправить на нем, продав его имущество. Выписав это место, Леонтьев улыбнулся. До чего чудесный народ, неспокойный, талантливый, золотые руки. Как знать, если бы дали этому мужику еще пять рублей, то, может быть, и вышел бы толк. Чтение географического описания навело Леонтьева на мысль, что пришло время выпустить такое же издание о Советском Союзе. Ряд книг, где были бы описаны все области, края, все города, и старые, и только что возникшие к жизни, все колхозы, села, новые железные дороги, плотины, электростанции, автострады, заводы, каналы, заповедники, огромные созданные руками человека озера, каждый уголок страны в его новом качестве, с новой историей, с новыми людьми, с новой созданной после революции географии русской равнины. Это не исключало бы, конечно, и описание старины, памятников искусства и всей прошлой истории этих мест. В предисловии к тому Среднерусской области с гордостью перечислялись знаменитые уроженцы этой области. Боротынский, Тютчев, Лермонтов, Никитин, Фетт, Тургенев, Лев Толстой, Лесков, Белинский, капитан Головнин, художник Крамской, актер Щепкин, генерал Ермолов и многие другие. А мы, думал Леонтьев, плохо мы еще знаем биографии наших людей. Мы могли бы продолжить этот список именами наших ученых, политических деятелей, писателей, инженеров, военных летчиков, путешественников, уроженцев этой же области. Леонтьев начал вспоминать академик Павлов, Циолковский, Мичурин, скульптор Голубкина, писатели Малышкин, Новиков Прибои, Гайдар, Пришвин, Вересаев, Поэт Асеев, Есенин, художник Архипов. Для этой работы нужно создать содружество писателей, художников и ученых. Каждый из писателей изучил бы два-три района страны, а потом их описал. Это была работа на много лет, закватывающая, новая, значительная. Леонтьев увлекся этой мыслью, но как человек осторожный, пока что о ней никому не рассказывал. Зимой он разработал планы здания, а летом решил проехать в какой-нибудь уголок поглуше, пожить там и посмотреть, как изучение страны будет выглядеть в натуре. Леонтьев был страстный охотник и рыболов, поэтому он выбрал в средней полосе России самый лесистый район, где сохранились еще девственные бары с их озерами и болотами. Сейчас он ехал туда на пароходе, и чем дальше, тем больше эта поездка казалась ему и необходимой, и заманчивой. Всегда его тянуло в лесные края. Леса были его страстью, его увлечением. Может быть, потому, что ранее свое детство он провел в заволжье, в безлесных, пыльных, перегоревших от постоянной засухи земли. Однажды вечером, сидя на корме парохода вместе с Анфисой и Татой, он вдруг разговорился и рассказал им свою жизнь. Никогда и никому он так подробно о ней не рассказывал. Даже когда у него попросили автобиографию для энциклопедического словаря, он написал всего несколько строк. «Происхожу из крестьян, бывшей Самарской губернии, с трех лет остался сиротой, был взят на воспитание крестьянином бобылем, приемный мой отец с великим трудом дал мне среднее образование, а затем с семнадцати лет я жил самостоятельно, работал дорожным мастером, землемером. Писать начал в двадцать два года. Сначала печатался в приволжских газетах, а потом добрался до Москвы и Ленинграда. Теперь на пароходе, если бы Леонтьев не увидел в руках у Анфисы книгу Мельникова-Печерского в лесах, он бы ничего, наверное, не рассказал. Книга эта вызвала у него воспоминания, и незаметно для себя он разговаривался. Вы знаете, «О каких лесах идет у Мельникова разговор?» спросил он Анфису. «О Керженских». В старые времена поезд дремучих лесов охватывал северо-русские степи. Теперь от него остались только острова. Черниговские леса, брянские, мещерские, муромские, керженские. В керженских лесах народ был крепкий, строгий. Мой отчим был родом оттуда. «А отец?» спросила Анфиса. «Ни отца, ни матери я не помню. С трех лет остался сиротой. Жили в деревне Песчаная, бывшей Самарской губернии. Взял меня к себе в избу один отставной солдат, Георгиевский кавалер, Бирюк и Бобыль. Человек был хмурый, всем недовольный. Только и делал, что ругал мужиков за невежество. Бедняк был немыслимый, но с воображением. Уважал науку, говорил, что ученый человек, как дубовый клин, расколет самое вязкое полено. «Как же он дал вам образование?» удивилась тата. «По крохом, буквально вымолил, обивал пороги, даже в ногах валялся у попечителя учебного округа. С гордостью своей не посчитался. А старик был, занозистый, прикословить себе не давал. Есть такие мужички. Уж если что, вобьет в голову, то ничем не выколотишь. Семью пустит померу, последнюю коровенку продаст, в лаптях будет зиму ходить, всем остачертеет, всех изругает, шелуху от проса будет жевать, а со своего пути не сойдет. Древнее русское упорство. Мой отчим был скерженце, потому и прозвище у него было на деревне — Кержак. Детство, в общем, было у меня невеселое — засухи, голод, черные бури. Кончилось тем, что вся деревня снялась и ушла на запад за Волгу. А там разбрелись кто куда. Мы с отчимом попали в Пензу. Там он сапожничал. — Он умер? — спросила Анфиса. — Давно. Но первые свои рассказы я напечатал еще при нем. Он их вырезал из газет и клеил на стенку. Очень гордился. Надо было съездить к нему на могилу, да вот все некогда. — Да, — повторил, помолчав Леонтьев, мне веселое было детство. Когда я появился на свет, леса в Заволжье уже давно были сведены. Остались кругом только одни сухие равнины и гуляли по тем равнинам горячие ветры. С тех пор я ветер не люблю. «Прямо заболеваю, ветер, начинается ветер». Засухи были жестокие, суховеи, хлеба сохли на корню, пух от репейника летал бывало целыми облаками, набивался в рот, в нос, прилипал к лицу. Оводы гудели над каждой лошаденкой и коровой тучами. Черт знает что. Даже куры сидели на земле, разинув клювы и тяжело дышали. А вода из нашей речонки все уходила. Оставался один грязный ручеек, да и тот затаптывали ногами и копытами. И весь день висело в небе солнце, красное, страшное. Мужики как поглядят на него, сейчас же ругаются. Но хуже всего было по вечерам. Каждый вечер в полях поднимались тучи, но никогда не доходили до нашей деревни. Останавливались на горизонте, полыкали зорницами, а к утру от этих туч не оставалось и следа. Иногда только от них налетал ветер, и, помню, шумели хлеба, сухо, мертво, как жестяные. Да, однажды в такую вот засоку забрел к нам в деревню бродячий монах. Ходил он с железной кружкой, собирал на построение сгоревшего где-то в Тамбовской губернии храма. Худой был монах, носастый и глаза такие, что прожигали насквозь. Мужики и то от его взгляда отворачивались. Не гляди, говорили, и так дышать нечем. Помню, как монах все кричал, Бога забыли, за грехи ваши, Господь постановил испепелить эту землю на пять аршин в глубину. Покайтесь, они то задымятся хлеба, и все погибнет. Спасутся, кричал, только птицы небесные улетят в те губернии, где дождик моросит, землю мочит. Сначала мужички наши уперлись. Чего нам каяться, говорят? грехи наши обыкновенные, всеобщие. Мы хуже других, скажем, парамоновских, а парамонова от нас шести верстах, не грешили. А монах все кричит, мол, надо отслужить молебствие, а не спаслание дождя и опахать на бабах и ребятах вместо коней все село. Прямо средние века, возмутила стата. Да, ответил Леонтьев. Мужички наши подумали и согласились. Терять-то все равно нечего. Ночью опахали село, запрягли в саху баб и нас нескольких ребят. Меня отчим тоже заставил. Мы волочим саху, а монах идет рядом и покрикивает, помолимся православной во избавление, а сзади валит толпа, пыль, пот, ночь мутная, и опять, как всегда, поднялась над полями туча. Передернула ее бегучим огнем, и даже гром проворчал где-то за самым краем земли. Ну, бабы, конечно, на колени, бьют поклоны, крестятся, а зорницы все реже и реже. Потом взошел за этой тучей месяц, и видим мы, туча совсем прозрачная, месяц через нее просвечивает, как через сито. Тут киржак плюнул и закричал, что никакая это не туча, а просто сбила пыль под небом, и нет там ни капли дождя. Бросили саху, пошли в деревню, а наутро пришел из Парамонова поп с псаломщиком, служить молебен, а не спасла и дождя. Вышел весь народ с хоругвами на бугор среди полей. С того бугра в ясную погоду был виден правый берег Волги. Поп пригладил руками волосы и завел «Миром Господу помолимся!» Кадит искры из кадила сыплются в сухую траву, а она тлеет. Мужики и бабы приминают ее руками, с колен не встают. Потом поп окропил крест-накрест поля святой водой. Бабы плачут, прижимают к себе ребят, просят «Защити, батюшка! Не дай малым помереть голодной смертью!» Я тоже стою на коленках, крещусь, вдруг слышу «Хоругви!» Захлопали, зазвенели! Смотрю, поп простер руки с крестом к востоку, а оттуда несется черная туча, несется прямо по земле и вся дымится. Поп говорит, вот православные, услышал Господь моление наше, подходите ко кресту, сестры и братья! Все стоят на коленях, как окаменели, и никто к кресту не подходит. Только кержак встал с колен и говорит попу, «Ну и намолил ты нам, батюшка дьявола! Спасибо!» «А что же это было?» испуганно спросила тата. «Погодите, я смотрю, десятки смерчей летят перед тучей и прямо на нас. Солнце сразу померкло и налетел на поля пыльный ураган, черная буря. Хоругви все расшвыряло, в двух шагах от пыли ничего не видно и ни единой капли дождя. Только песок бьет в глаза и жара такая, будто открыли рядом огромную печь. Все упали лицом на землю, дышать нечем, а как только первый вихрь прошел, кто-то вскочил, кричит, «Где монах?» Народ замутил, накликал беду косматой. Кинулись искать монаха, да где там найдешь в такой пыли и урагане. Потом рассказывали, что видел его кто-то, как он, подобрав рясу, мчался от деревни к Волге и кружкой брякал, как коренник бубенцом. Тата засмеялась. «Да», вздохнул Леонтир, «все поля занесло песком». Хлеба погорели, листва на деревьях пожухла и свернулась в трубочки. Мужики подумали, да и снялись с насиженных мест. И ушла наша деревня на правый берег Волги искать счастье. Проклятые были места. Теперь там уж не то. Теперь наши места не узнаешь. Рассадили колхозники леса для защиты полей. Повсюду пруды, свежесть. Леонтьев замолчал и начал раскуривать трубку. Девушки тоже молчали и смотрели, как тонут во мраке тусклые перевальные огни на берегах. Небоги горшки обжигают. Пароход сел на мель вблизи того городка, куда ехал Леонтьев. Эта задержка совершенно не огорчила Леонтьева, Анфису, Тату и еще одного пассажира, молодого лесничева. Все же остальные пассажиры волновались и брюзжали. Лесничий ехал туда же, куда и Леонтьев. У лесничева были льняные волосы, белесые ресницы, серые глаза, и ходил он в светлом стального цвета костюме. Больше всех был недоволен задержкой инженер с громовым голосом в черепаковых очках. В числе многих других инженеров он работал над проектом Большой Волги. Затягиваясь табаком и удушливо кашля, он рассказывал о плотине через Волгу длиной в 10 километров, о гигантском искусственном озере и гидростанции и временами слушателям не верилось, что большая Волга реальность. Работа из полинов, думал Леонтьев. Все пассажиры сошлись в салоне за утренним чаем. Раньше всех заняла столик какая-то суетливая старушка. Она везла в Горький к своей дочери внука, толстощокого мальчика с сонным лицом. «Можете себе представить?» трещала старушка. «Сколько у меня переживаний с этим пароходом!» «Я же везу ребенка на всех пристанях. Я ему вынуждена покупать молоко от неизвестных коров. Если бы Соня знала, она сошла бы с ума. А эта мель меня прямо зарезала. Если мы опоздаем, то можете себе представить, что будет с Соней». «Чего вы так волнуетесь?» заметил инженер. «Добро бы по делу ехали». «Но знаете», воскликнула старушка, и глаза ее загорелись боевым огнем. Видно, она только и ждала, чтобы вступить с кем-нибудь в перепалку. «Каждый думает, что его дело самое важное. Ваша Волга тоже не остановится, если вы опоздаете на какой-нибудь день?» Инженер пожал плечами. «Я совсем не собираюсь останавливать Волгу». На палубе загудел гудок. Снизу из-за переката ему ответил другой, ленивый и низкий. «Буксир!» крикнула тата, вскочила и помчалась на палубу. За ней поспешили остальные пассажиры. Всем было интересно посмотреть, как пароход будут стаскивать смели. Только старушка не могла уйти, потому что сонный мальчик, надув щеки, со свистом высасывал из стакана молоко от неизвестной коровы. Старушка смотрела на внука колючими глазами. Но мальчик не обращал на нее внимания и после каждого глотка долго с наслаждением отдувался. Когда пароход сняли с мели, оказалось, что у него поломаны плитцы на колесах и погнут какой-то вал. В ближайшем городке пароход поставили на ремонт. Пассажирам объявили, что ремонт займет больше суток и потому желающие могут пересесть на Рылеево, который идет следом. Почти все пассажиры перешли на Рылеево. Леонтьев и Лесничий попрощались с девушками и сошли со всем. Оба они ехали только до этого городка. На пароходе остались Анфиса и Тата, да еще две женщины, инженеры с текстильной фабрики. Из-за тона Анфиса и Тата пошли побродить по городку. Он понравился им чистотой, садами, мощенными спусками, гостиным двором, где в прохладных лабазах висели хомуты и от них крепко пахло кожей. Зашли в городской сад. Там целыми полями цвели анютины глазки. Обнаружили дощатый павильон, где продавали малиновое мороженое. Когда доедали третью порцию, в павильон вошел Леонтьев. Девушки ему очень обрадовались. Леонтьев подсел к столику и заказал себе сразу пять порций. День был жаркий. «Этот лесничий», сказал наконец Леонтьев, заканчивая третью порцию, «совершенно замечательный человек, предложил мне пожить у него в лесу. Отсюда тридцать километров. Через час туда пойдет грузовик. Я на него уже и вещи свои положил. Хотите поехать? Куда интереснее, чем сидеть здесь целые сутки». «Ну как?» спросила Анфиса Тату и посмотрела на нее умоляющими глазами. «Что как?» ответила Тат. «Конечно поедем, но только если нас завтра утром подбросят обратно». «Подбросят», пообещал Леонтьев. «Там лес, говорят, заповедный». «Я толком и не видела настоящего леса», грустно призналась Анфиса. «Наша область безлесная». «А вы откуда?» «Я из-под Курска». Вскоре действительно подошел грузовик. Из кабинки выскочил лесничий. Он был теперь уже в гимнастерке и сапогах. Сейчас только девушки узнали, что фамилия лесничего Баулин. Он видимо обрадовался, что Анфиса и Тата поедут в лесничество, но только забеспокоился, где их уложить на ночь. «Да у Марии Трофимовны», подсказал пожилой шофер. «Она в отпуск уехала?» «Комната ее пустая». Машина пыля пронеслась через городок, потом покатила по окраинам улечкам, заросшим муравой и мелкой ромашкой. Гуси, гагача и переваливаясь, поспешно отходили к заборам. Конопатые босые мальчишки изо всех сил бежали вслед за машиной, но цепляться боялись. Из дворов выносились собаки и, чихая от пыли, догоняли машину с наигранной яростью, заливаясь лаем. Анфисе нравилось здесь все. И гуси, и мальчишки, и собаки, и глупый теленок. Он долго скакал перед машиной и отбрыкивался от нее, пока не догадался свернуть в переулок. Потом пошли поля, задул горячий ветер, но никакого леса не было. «Где же ваш лес?» поинтересовалась Анфиса у Баулина. «А вон он синеет». Баулин показал в сторону, где по горизонту тянулась темная полоса. Анфиса сразу ее и не заметила. Въехали в пески. Машина заскрипела от натуги. Из радиатора начал бить пар. Пески делались глубже, поднимались по сторонам сыпучими буграми, кое-где торчали редкие кусты лозняка. Среди этих горячих и сухих песков стояла деревня. Только одинокая ракита у околицы давала жидкую тень, а дальше все избы, дворы и широкая улица были залиты таким нестерпимым светом, что больно было смотреть. В деревне было пусто. Редко-редко высунется из окна женщина или подбежит к плетню и повиснет на нем разинов от любопытства рот мальчишка с измазанными ягодой щеками. Остановились около колодца, чтобы налить воды в радиатор и дать остыть мотору. Высокая старуха доставала из колодца воду. Она вытаскивала не больше трети ведра и бережно переливала воду в другое ведро, стоявшее на земле. «Что ж так?» спросил шофер. «Вода у вас будто по карточкам». «Ох, деточка!» вздохнула старуха. «Покольно берешь воды прямо измаешься. Безводное наше село». «А где все? На работе?» «Ушли, милый!» «У нас поля далеко за песками». «Что ж вы пески такие развели?» шутливо попрекнул старуху Баулин. «Ох, деточка!» опять запела старуха и заправила под платок седые волосы. «Пески у нас великие! Как солнечный день, так продыху нет!» «Колятся они от солнца и все сушат до самого корня. Вздохнуть нечем, деточка! А как ветер, так лучше не живи на свете! Все запорошит, в избу пыли набьет, песку полон рот, не отплюешься! А главное заносит поля! Так и ползет, и ползет, хоть переноси деревню на другое место!» «Сами виноваты», сказал Баулин. «Сосняк рос на песках, вырубили, начали скот на порушке пасти, скот всю землю и столок. Вот тебе и пошли пески, а теперь жди, покуда их остановят». «Ты меня не вини!» испуганно сказала старуха. «Это дело мужиковское!» «Кабы наши мужики знали, что стрясется такая беда!» «Неужто хоть бы одну сосенку срубили?» «Ни почем!» «И скот бы пасли на другом месте!» «Это хорошо, что нынче все разъясняют!» «А ране?» «Кто нам мог разъяснить?» «Учительша совсем была хворая, а поп барышничал, лошадьми торговал по ярмаркам и не служил!» «А прямо ржал!» «Не разбери, Господи, чего и кричит!» «Такой уж нам попался!» От жары и пыли хотела спить, зашли в избу к старухе попить молока. В избе сидела на лавке девочка лет пяти, и, затаив дыхание, во все глаза смотрела на Анфису и Тату. Анфиса дала девочке конфету в цветастой обертке, но пока девочка ее рассматривала и озабоченно сопела, из теней осторожно вошла пестрая курица, не спеша подошла к девочке, выхватила у нее из рук конфету и тут же на полу начала было поспешно ее клевать. Девочка заревела, зажав кулаками глаза. конфета была спасена и девочка успокоилась. Поехали дальше. Вскоре начались пески, усаженные рядами сосенок и чернобыла. Наша работа, сказал Баулин. Закрепляем пески, они здесь летучие. Сосенки становились все выше. На песках уже зеленело сосновое мелколесье. Среди сосенок во множестве цвели лиловые колокольчики и бессмертники. Да, думал Леонтьев. Что может быть лучше, чем так вот скитаться из деревни в деревню, из города в город, среди этих лесов, полей, рек, луговин, огородов, под солнцем, в запахе созревающей ржи. Скитаться и утром, и днем, и по вечерам, когда поют на вазах, возвращаясь с покоса женщины, и глаза кажутся золотистыми от заката, и по ночам, когда выпь перекликается в сырой темноте с низкими огнистыми звездами. И все это такое родное, давно известное и любимое, и гудки пароходов, и лаль собак, и мычание коров, и далекий веселый голос с гармоники около избы сельсовета. «Обо всем этом я и буду писать», думал Леонтьев, «о нашей земле, ее заботах, богатстве и красоте, о лесах и пастбищах, о тружениках, что живут на этой земле, о простой и значительной жизни народа». «Головы!» внезапно крикнул Баулин. Анфиса быстро наклонила голову и услышала, как обмахнула весь кузов густая листва. Листья растрепали ей волосы, тотчас лицо повеяло живительным холодком. «Вот и лес!» сказал Баулин. «Анфиса!» крикнула Тата. «Смотри, что делается!» Пригорошни солнечных пятен бежали по лицу. Анфиса встала, схватилась за крышу кабинки. Дорога шла вверх среди столетних сосен. Подножие их прятались кустарники, а вершины качались среди облаков и ветра. И от того, что дорога поднималась по Увалу и лес становился все выше и выше, Анфисе казалось, что они точно в сказке несутся, летят в неизвестную страну. «Как здорово!» «Ах, как здорово!» восхищалась тата. Анфиса наклонилась к окну кабинки и прокричала «Хорошо, Сергей Иванович!» Леонтьев улыбнулся и показал глазами на лес. Он делался все гуще. Солнечные лучи падали на цветущий подлесок, на его словно роящуюся листву. На перевале машина остановилась около деревянной пожарной вышки. «Перекур!» сказал шофер. «Мотор греется!» Баулин предложил подняться на вышку, чтобы оттуда посмотреть на леса. Он предупредил, что, поднимаясь по сквозным деревянным лестницам, нельзя смотреть вниз, а только на ступеньку перед собой. Вышка была не меньше тридцати метров выше самой высокой сосны. Баулин полез первым, за ним Леонтьев, позади девушки. Анфиса поднималась вслед за татой, и чувство растворения в потоках воздуха, возникшее еще в машине, не оставляло ее и сейчас. Ветерок обдувал платье, ноги, все ее тело, и оно, казалось, теряло вес, дышало свежим теплом. Вершины сосен покачивались теперь совсем рядом. До их блестящей хвои можно было дотронуться рукой. На одной из вершин суетилась, стараясь спрятаться от человеческих глаз, рыжая белка. На стволе сидел пестрый дятел. Он недовольно посмотрел на Анфису, будто спрашивал, что ей здесь нужно. Потом перебежал по стволу повыше и с размаха ударил клювом по коре. На самом краю тонких веток вертелись синицы. На верхней площадке вышки встретил объездщик, веснущатый, с русой квадратной бородой. На шее у него висел на ремешке бинокль. К дощатому столу была приколота кнопками карта лесного района. Тут же стояли кувшин с молоком, берестяная кошелка с малиной, и на платке лежали коржи из ржаной муки. Угощайтесь, предложил объездщик. Малина наша, лесная. Спасибо, потом, торопливо ответила тата, сначала посмотрим. Она подошла к перелам вышки, села на неструганный пол, обхватила руками колени и замерла. До самого дальнего края земли, то поднимаясь на взгорье, то уходя в низины, где должно быть протекали речушки, важно шумел девственный лес. Анфиса села рядом с татой. Океан хвои колыхался вокруг, парили ястребы. И нет конца лесам сосновым, неожиданно сказал Леонтьев. Не то я выбрал себе занятие. Мне бы объездщиком быть, лесовиком. Объездщик засмеялся, а Баулин тотчас сказал, ну что ж, пожалуйста, у нас временно есть свободное место. На девятом кордоне, подсказал объездщик, за место Прохора Стерлигова. Он на операцию лег. Только там на кордоне глухомань, болото. А что ж, ответил Леонтьев. Пожалуй, сговоримся? Сговоримся, согласился Баулин. Анфиса думала о Коле. Через год он окончит лесной институт и будет работать в таких вот местах. И, может быть, она, Анфиса покраснела, что она, выйдет за него замуж? Во всяком случае, она будет ему завидовать. Любит ли она его? Она не знала этого. Ей было только грустно, что Коля не сидит сейчас рядом с ней и не видит всей этой красоты. Это была жгучая грусть, отравленная сознанием, что даже если она попадет когда-нибудь с Колей в эти места, то все равно день будет, может быть, и прекрасный, но уже не этот, а совсем другой. А этот день ничем нельзя остановить, вернуть, пережить сначала. Шофер закричал снизу, что пора ехать. Объездщик заставил девушек взять на дорогу порженому коржу. Коржи были пригорелые, но необыкновенно вкусные. Лесничество стояло на большой поляне на берегу реки. Течения в реке не было, и казалось, что темная ее вода остановилась и чего-то ждет. Баулин повел Анфису и Тату в комнату к Марии Трофимовне. На самом деле, это была вовсе не комната, а отдельный домик в одну комнату. Она была такой чистой, будто ее только что прострогали рубанком. Внутри пахло стружками. Анфиса и Тата сбегали к колодцу, умылись, поливая друг другу на руки. Тотчас к колодцу подошла строгая курносая девочка с куклой, уложенной в котомку, и долго рассматривала Анфису и Тату. Потом, подумав, спросила, «У вас мыло земляничное или детское?» «Детское», ответила Тата. «Дадите умыться?» «Бери, мойся». Девочка тотчас положила куклу на бревно, шустро засучила рукава рубашонки и так ловко намылила все лицо, такую развела на нем пышную пену, что вся ее голова заиграла от солнца радужным блеском. «Вот это девочка», засмеялась Тата. А девочка, не смущаясь, с азартом плескала себе в лицо колодезной водой, фыркала и отплевывалась. «Эй, Манька!» раздался издали сердитый женский голос. «Утри сейчас же безобразница! Чего еще выдумала?» «Сейчас, маменька», пискнула в ответ Манька. С ее счастливого красного и мокрого лица крупными каплями сбегала вода. «Вот спасибо!» поблагодарила она, подобрала куклу и ушла. «Слушай, Анфиса!» сказала Тата, все еще смеясь. «Что кругом за прелесть? Умирать не надо!» В комнате у Марии Трофимовны, где девушки приводили себя в порядок, над столом висел подряд Чайковского, а под ним фотография крестьянской избы. На скамейке около избы сидела старуха, очень стройная, с красивыми большими глазами, повязанная черным платком. Анфиса почему-то подумала, что фотография этой старухи висит рядом с Чайковским неспроста. За обедом у Баулина Анфиса спросила его, кто такая Мария Трофимовна, и что означают эти два портрета Чайковского и красивой старухи, висящей рядом в ее комнате. Мария Трофимовна лаборантка в нашем лесничестве, ответил Баулин. А вы, оказывается, проницательная девушка. Сразу догадались, что тут кроется тайна. Да, собственно, тайны-то никакой нет. Эта старуха мать Марии Трофимовны, а графена Тихоновна Самойлова, тверская крестьянка. Мария Трофимовна вся в и глаза такие же, да и строгость, как она сама говорит, у нее материнская. Сейчас а графена бригадирша у себя в колхозе в Калининской области, а ее же 60 лет не меньше. Она дочь лесника, да ее муж, отец Марии Трофимовны, тоже был лесным объездчиком, так что у Марии Трофимовны пристрастие к лесному делу наследственное. Сейчас Мария Трофимовна как раз там у матери уехала в отпуск. А Чайковский при чем? спросил Леонтьев. Это у них в семье вроде предания. Отец а графена служил лесником рядом с усадьбой, где Чайковский жил как-то летом. Чайковский часто заходил к отцу а графены. Тогда ее еще звали попросту Фений. Фения каждый день приносила Чайковскому кувшин, а то и два земляники. Заметены на фотографии сережки. Это Чайковский подарил Фене. Мария Трофимовна говорит, что в каждой сережке по небольшому алмазу, а графена надевает эти сережки только по праздникам. Будто Чайковский увидел Феню во время слепого дождя, знаете, когда дождь при солнце. На ушах у Фени блестели капли воды. Чайковскому это очень понравилось. Он пообещал подарить Фене такие же сережки, как эти дождевые капли, и выполнил свое обещание. Романтическая история, заметил Леонтьев. Анфиса вспомнила рассказ своего отца о том, как Чайковский пытался спасти от уничтожения лес. Может быть, это и случилось как раз в тех местах, где произошла история с Феней и сережками. После обеда пошли в лес в сторону девятого кордона, где собирался поселиться Леонтьев. И он и Баулин говорили об этом как о деле решенном, но девушки никак не могли поверить, что Леонтьев всерьез будет работать объездчиком. Леонтьев даже рассердился. Не боги горшки обжигают, как-нибудь справлюсь. Лес становился глушей и сумрачней. Кое-где сквозь чащу виднелись болотца. В колеях наезженной дороги росло много грибов. Дорога привела к ветхому мостику через канаву. Баулин рассказал, что давным-давно здесь работала экспедиция по осушке болот, копала канавы, отводила болотную воду в озера. Сейчас все эти канавы позаросли, и болота решено впредь не трогать. Они дают исток рекам и поддерживают грунтовые воды. И вообще в заповедном лесу нельзя вмешиваться в жизнь природы. Для этого и создан заповедник. «Я все-таки не совсем понимаю, сказала Тата, в чем смысл заповедника?» Она сидела на зизеньких перилах мостка, покрытых желтыми лишаями. Вода в канале, коричневая, как кофейный настой, была покрыта ряской. По берегам разрослись высокие хвощи и кукушкин лен. А дальше в лесу так пышно раскинулся папоротник, что закрыл своей светлой зеленью даже высокие пни. «В чем смысл?» удивился Баулин. «Прежде всего в том, чтобы сохранить нетронутой, хотя бы небольшую часть природы, с ее растениями, зверями и птицами, для изучения, а затем и для того, чтобы выяснить влияние девственного леса на окружающую среду, на поля, на питание водой рек, на высоту грунтовых вод, на влажность, состав и плодородие почвы. Вопросов множество. Но есть еще и другие заповедники. Их, правда, немного, но будет много, и называются они странно». «Как?» спросил Леонтиев. «Вы удивитесь, конечно, называются они лесами эстетического значения. Это леса, которые украшают землю и тем самым повышают духовную энергию человека. Кроме того, есть заповедные леса, укрепляющие здоровье, и государство тоже охраняет». «Леса эстетического значения», повторил Леонтиев. «Интересно». Они помолчали. Луч солнца прорвался через чащу и осветил воду в канаве. Стало заметно, что вода чуть струится, в ней сверкнула золотым боком какая-то рыба. «Тут карасей развелось, видимо-невидимо», заметил Баулин. «Вы знаете, сказал Леонтиев, «я не люблю насаженные леса. Деревья стоят по ниточке и все одинаковые, как солдаты в строю». «Старый спор», усмехнулся Баулин. «Есть ученые, которые думают вот так же, как и вы. Они окружают девственные леса романтической дымкой. Они стоят за естественное возобновление леса. Человек, мол, не должен в это вмешиваться. Природа, по их мнению, умнее человека, и его вмешательство приносит только вред». «Я этого не говорю». «Вы-то не говорите, а некоторые ученые говорят». Они утверждают, что человек не должен нарушать равновесие, существующее в природе. По их словам, девственные леса никогда не страдают от вредителей, а почва в этих лесах сохраняет плодородие тысячелетиями. Но опыт показал, что все это чепуха. Человек может, умело подобрав древесные породы, не только сохранить девственное плодородие лесной почвы, но и увеличить его до огромных размеров. Сто лет назад, когда люди в разведении лесов были еще младенцами, они заложили в виде исключения первые опытные леса под Москвой и Петербургом. Посмотрите теперь на них. Такой мощи стволов, такой красоты и ценности древесины вы не найдете ни в одном девственном лесу. Мы научились делать чудеса. Как можно отрицать искусственное разведение лесов, если без него мы не сможем исправить географию русской равнины, а ее необходимо исправить? Вот энтузиаст, сказала Тата, разве человек может исправить географию? Не только может, а просто обязан. Леонтьев тотчас представил себе будущее. Он едет в скором поезде Ленинград-Севастополь к морю, стоит у окна вагона где-то под Мелитополем и не узнает знакомые степи. Поезд проносится через тенистые рощи, по склонам балок сбегают к прудам кудрявые заросли лещины. Потом встает впереди синий лес. Поезд мчится к нему, предчувствуя прохладную тень, и врывается в чащу листвы, цветов, трав и солнечного света золотящего могучей стволы. Смолистый сосновый запах, к которому мы привыкли, на севере там он неотделим от хмурых пространств, влетает в опущенные окна вагонов, смешавшись с воздухом близкого Южного моря. «Это уже совсем не та Россия, что описана в толстых томах Девриеновского издания». «Да», сказал Леонтьев, «мне бы только дожить». «До чего?» спросила Анфиса. «До окончания одной книги, понимаете?» «Не очень», ответила Анфиса, но Леонтьев ничего ей не объяснил. В лесу засиделись до сумерек, солнце позолотило вершины деревьев, потом раскинуло во все небо нежный свет своей закатной зари и ушло за лесной край в туманы. В воде канавы острым огнем загорелся Юпитер. Анфиса подняла глаза от отражения Юпитера и нашла его в небе как раз над вершиной тонкой сосны. Он посылал свой огонь Земле через сотни световых лет, как безмолвный и прекрасный свидетель законов мироздания. Казалось, все вокруг существовало, чтобы внушить человеку ощущение красоты Земли и сказать ему, как он должен быть счастлив своей судьбой. На гибкую ветку ольхи села маленькая птица и закачалась, как на качеле. Качаясь, она то застилала свет Юпитера, то снова его открывала. Анфиса не могла отвести глаз от этого зрелища. Темнеет, сказал Баулин, пора домой. Анфиса подумала, что пора не домой, а пора остаться здесь, лицом к лицу, с этой лесной ночью, с ее тишиной, россыпью звезд, все яснее проступавших на небе, с последними отблесками заката. Но она только вздохнула и пошла вслед за всеми в лесничество. Мать и дочь Июль в этом году был похож на август. Перепадали частые дожди и на березовых листьях появилась первая желтизна. С запада прояснилось и чистая заря долго горела над лугами. Эти луга были далеко видны с бугра, где стояла деревня Бартенева, родина Марии Трофимовны. Мария Трофимовна уходила в луга вместе с матерью, Аграфеной Тихоновной, убирать сено. Сенокоз запоздал из-за дождей. Надо было пользоваться каждым ясным днем, чтобы ворошить сено и сгребать его в копны. Аграфена жаловалась, что вот, мол, в кои-то веки единственная дочь приехала в отпуск отдохнуть, а вместо этого мучит себя и изводит тяжелой работой. Но Мария Трофимовна ничуть не уставала. В лугах всегда дул ветер, трепал пестрые подолы и платки, путал волосы. Марии Трофимовне нравилось идти с граблями вровень с товарками, колхозницами, замужними женщинами, перекликаться с ними, слушать их рассказы о своих бабьих делах. Женщины дружно завидовали Марии Трофимовне, ее красоте, легкому стану и, видимо, гордились ею, своей сверстницей. Со многими из этих женщин Мария Трофимовна бегала когда-то в сельскую школу. По вечерам Мария Трофимовна часто сидела с аграфеной на скамейке около своей избы. Изба стояла на самом юру. С него, по словам аграфены, было видно половину России. Действительно, вид был широкий. За лугами блестела извилистая речка, за ней жилтели пологие пажити, стояли деревни, а за ними закрывал кругозор темный лес. Всегда на скамейку кто-нибудь присаживался и начинался неторопливый спокойный разговор. Спокойствие это исходило, казалось, от бледных далей, примолвшего вечера и от луны, что косо поднималась над лесом и светила прямо в глаза. В усадьбе, где жил когда-то Чайковский невдалеке от Бартенева, сейчас был устроен дом отдыха для престарелых музыкантов. Раз в месяц старые музыканта устраивали в доме концерт и всегда приглашали на него аграфену, единственную жительницу тех мест, знавшую и помнившую Чайковского. Один из таких концертов совпал с пребыванием Марии Трофимовны в родном селе и Мария Трофимовна была на нем вместе с аграфеной. Аграфена начала волноваться за несколько дней до концерта. Дольше обычного засиживалась на скамейке около избы, все вздыхала, плохо спала по ночам. Волнение это передалось и Марии Трофимовне. Она тоже просыпалась ночами и слышала, как аграфена ворочалась на постели. Ночь тускло светила в окна, от печки пахло теплой глиной, сонно кричал сверчок. Мария Трофимовна легко вздыхала от ощущения покоя, долго лежала с открытыми глазами и думала о чем? Чаще всего о счастье. Она перебирала в памяти все, что люди считают счастьем. Любимую работу, дружную семью и многое другое, но ей казалось, что этого мало. Она была убеждена, что для полноты счастья нужно что-то еще, но это что-то все время ускользало из ее сознания. И только уже засыпая, когда трудно было разобрать, что происходит на самом деле, а что снится, она просто чувствовала это что-то. Это всегда оказывалось чем-то самым простым, привычным, но все же удивительным. Иногда это был слабый синий блеск на стекле, все время переливавшийся и падавший откуда-то издалека, пока Мария Трофимовна не догадывала, что у оконного переплета спокойно горит звезда. «Звезда полей», думала она, «Путеводная звезда». И ей уже виделось сквозь сон, что она идет ночью под этой звездой по луговой дороге в маленький глухой городок и знает, что хотя сама и не видит себя, что лицо у нее бледное от счастья, потому что идет она к самому любимому человеку, несет ему свое сердце, и если бы ей сказали, что он никогда не жил на свете, она бы упала и умерла от отчаяния. Глухой городок, там сторож отбивает на колокольне часы и в гостинице чадит в коридоре свеча. Но эта гостиница, этот городок, сейчас для нее самые родные места на свете, потому что она знает, здесь, за темными окнами, спит он, избранник ее души, поэт, гонимый судьбой, перед которым будут преклоняться сотни поколений. Он загорелся и погас в русской ночи, как пламень падучей звезды. Ведь это же ей, ей он сказал, я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет. Она стоит ночью около гостиницы, гладит кирпичную холодную стену, и у нее разрывается сердце от того, что он не знает и никогда не узнает все силы ее любви, потому что он давно умер, убит на дуэли под Пятигорском. Но если бы он был жив, если бы он был жив... Аграфена в полголоса спросила, ты что, не спишь? Но Мария Трофимовна не слышала старушечьего шепота. Сон вел ее все дальше, к далекому морскому гулу, и гул этот затихал в непроглядной темноте. Мария Трофимовна проснулась с ощущением легкости на душе, и, слушая пение пастушьего рожка, улыбнулась про себя. Она не могла вспомнить своих ночных мыслей, но главное от них осталось и наполнило все ее существо тем что-то, что и было, должно быть, счастьем. Утром того дня, когда был назначен концерт, Аграфена вынула из сундука свое лучшее платье темного старого шелка. Мария Трофимовна выгладила его, повесила пока что на стене избы, и вся изба от этого платья стала наряднее. Потом Аграфена достала с самого дна сундука синюю коробочку, где лежали в вате сережки, подаренные ей Чайковским. Мария Трофимовна осторожно промыла и выполоскала сережки в теплой мыльной воде, вытерла их, и они засверкали так ярко, будто собрали в избу весь свет летнего дня. Мария Трофимовна надела их, посмотрелась в маленькое зеркальце на стене и покраснела. Сережки ей очень шли. «Вот помру», сказала Аграфена, «Останутся эти сережки тебе, и ты их носи, не снимай, они как раз для тебя, для молодых твоих годов. Я бы их сейчас тебе отдала, да нельзя, даренные при жизни дарить, обидно это тому, кто дарил». На концерте Аграфена сидела тихая, спокойная. Изредка она теребила бахраму нарядной шали, черной, с алыми, розанами, и все смотрела на портрет Чайковского на стене, на его серые строгие глаза. «Глаза строгие», думала она, «а сам-то был такой уж добряк, что другого такого не сыщешь». Мария Трофимовна изредка поглядывала на мать и любовалась ею. Аграфена помолодела, зарумянилась, сережки светло поблескивали в ее загорелых темных ушах. Старый дом звенел от пения струн, похожего на дивный человеческий голос. И как ночь рождала сны, так эти звуки вызывали из-под спуда видения, похожие на сны, но их рассказывал мужественный голос композитора. В голосе этом были сила, печаль, надежда, раздумья, любовь. Постепенно одна мысль завладела Марии Трофимовной. Мысль о том, как велик мир, как он разнообразен, как удивителен человек, и как чудесно, что она существует именно сейчас и делает все, что в ее слабых силах, для украшения и обогащения земли, для того, чтобы людское существование становилось легче, разумнее, справедливее и прекраснее. «Этого ты хотел?» спрашивала она про себя, глядя на портрет Чайковского. «Да? Этого?» «Значит, желание сбылось, и твое имя будет гореть сотни лет не тускнее, потому что ты затронул у человека самое лучшее, что ему дано — стремление к совершенству». С концерта возвращались поздно. Была вся в звездной игре холодная ночь, и этот край, где все было так знакомо, показался сейчас Марии Трофимовне совершенно иным, не то, что загадочным, а новым. Чуть белели песчаные косогоры в лесу, и с озера со стороны Рудова Яра долетел протяжный непонятный звук, как будто там трубил лось. «Никогда еще я так не отдыхала», сказала Мария Трофимовна. «Тебе не холодно, мама?» «Неужто ж я не привыкла?» ответила Аграфена. «Я за тебя беспокоюсь. Очень ты от жизни волнуешься. Маша, хоть на вид ты спокойная, а это говорят худо. От этого люди меньше положенного срока живут». «А иначе жить не стоит, мама», ответила Мария Трофимовна. «Да, но, пожалуй, и так засмеялся Аграфена. Без интереса, без любви, куда уж хуже». Глухомань. Леонтьев проснулся сразу, будто кто-то толкнул его в плечо. Несколько минут он пролежал, не открывая глаз. «Так, так, так, так», торопливо стучали над головой ходики. Потом звонко, одним дыханием протрещал сверчок и замолк. Эти звуки существовали рядом, а за стеной избы, где-то далеко-далеко, проходил непрерывный гул, медленный, похожий на ракотание моря. Там шумел лес. Голова была совсем свежая, спать не хотелось. «Ну вот», подумал Леонтьев, «сбылось наконец то, о чем я мечтал. А мечтал он о лесной хижине, о жизни в лесу, о том, чтобы испытать редкое для горожанина состояние затерянности среди природы». Сбылось все очень просто. Баулин совсем не шутил, когда предложил Леонтьеву заменить на время болезни одинокого объездчика с девятого кордона, Прохора Стерлигова. Лесничий понимал, что со стороны Леонтьева желание поселиться на кордоне никак не блажь. Слишком серьезен и добродушен был этот ленинградец, чтобы можно было заподозрить его в желании порисоваться. Баулина располагало к Леонтьеву еще и то, что писатель был, видимо, работяга, крепкий, широкоплечий и обладал хорошими познаниями в лесном и охотничьем деле. Даже в прищуренных глазах Леонтьева было то же выражение, что и у большинства лесников, соединение добродушия и проницательности, ума и лукавства. И говорил он мало, будто берег слова, копил их для настоящего дела, для книги, а не для пустого разговора. Да, сбылось. Когда телега, что привезла Леонтьева на кордон, скрылась, постукивая по корням, он посмотрел вокруг и вздохнул. С этим вздохом будто десятилетие свалилось с плеч. Ему захотелось долгой жизни, многих дней вот такого существования, без спешки, без постоянной мысли, что время идет, а жизнь стоит на месте. В первый же день Леонтьев чисто-начисто вымыл сторожку. Вода была рядом, в небольшом зарастающем озере. Он зачерпывал ее оттуда и таскал в сторожку тяжелые ведра. Он решил, что обязательно сколотит на берегу дощатый помост, с него легче будет доставать воду, полоскать белье. К нему можно будет причаливать старый челн. Прохор загнал его в тростники, и до челна надо было добираться по колено в воде. Леонтьев протер два небольших оконца, затопил печь. В сторожке сразу посветлело. Она казалась уже обжитой, уютной, добродушной. Как только в печке затрещал огонь, неизвестно, откуда появился серый худущий кот с желтыми глазами. Он тотчас начал тереться о ноги Леонтьева и вопросительно на него поглядывать. Леонтьев дал ему кусочек сала. Кот хищно его съел, ворчат воображаемых врагов и завистников. Леонтьев разобрал вещи. Продукты он спрятал в постовец в углу, книги разложил на дощатые полки. Новое жилище все больше ему нравилось. Он почистил песком чугунок, выполоскал его, поставил вариться кулеш. И поймал себя на мысли, что удивительно приятно перемывать скользкое пшено, а каменную желтую соль надо будет растворить и потом выпарить. Получится пушистая и белая столовая соль. Пока варился кулеш, Леонтьев осмотрел все кордонное хозяйство. Дров было запасено много. В сарычке лежали лопаты, грабли, плетеные из лозы винтеря, висели на стене пилы и две косы. Леонтьев снял косу, подержал в руке. Какая почти невесомая и красивая вещь, подумал он. Снаружи к сарайчику были прислонены длинные березовые удилища. Все было исправно, сделано на совесть. Хороший должно быть мужик этот Прохор Стерлигов. Леонтьев вернулся в избу, почистил тертым кирпичом самовар с изображением медалей, полученных тульским самоварником Баташовым на парижской выставке и раздул самовар не в избе, а снаружи, где были вкопаны в землю столик и две скамейки. Он накидал в самовар сосновых шишек, тотчас из трубы вырвался алый язык пламени, труба загудела. Леонтьев вытащил из печи ухватом чугунок с готовым кулешом и вышел наружу умыться. Он долго обливал себя холодной водой и крякал от наслаждения. Кот, поглядев на Леонтьева, тоже сел умываться. Изловчившись, он начал драть шершавым языком пушистый живот. «Робинзоны, пятница!» подумал Леонтьев и усмехнулся. Вокруг была действительно глухомань. Особенно ясно Леонтьев почувствовал это вечером. Звезды одиноко горели над соснами. Густой туман курился над болотцами. Он был так резко очерчен, что к нему можно было подойти вплотную, протянуть руку, и она тотчас тонула в этом тумане. Все молчало кругом. Леонтьев вдруг представил себе весь этот лесной край, погруженный в ночную тишину. Все эти дебри, заваленные буреломом и валежником, овраги, безымянные озера, пущи, отрезанные от мира туманами, сон птиц в густых кронах деревьев, где, наверное, гораздо теплее, чем на земле, тусклую воду болот, заброшенные дороги, весь этот заповедный край, потерявший сейчас дневные краски и казавшийся ему надежной защитой, потому что все скрывало, все прятало, тихая темнота. Странно и удивительно было знать, что под ногами цветет розовый вереск, а на озере желтые кувшинки, а еще дальше стоит непролазная гуща дикой малины, усыпанной ягодой. Ночь погасила цвета, но на предрассветной заре деревья, травы и цветы опять оденутся в краски, гораздо более яркие, чем днем, потому потому что эту яркость придаст им роса. В этот вечер впервые после многих лет Леонтьев сел за дощатый стол и раскрыл тетрадь с удивительным чувством, что сейчас он почти шутя напишет то главное, чего раньше не мог, как не мучился, передать множеством слов. Он подумал и написал «Я посвящаю эту книгу России. Мне выпало счастье родиться в ней и прожить полвека. Ничего нет в мире милее для меня, чем мой народ, его судьба, чем волшебный русский язык, и трогающее сердце то силой, то грустью, то покоем и радостью наша природа. Только с годами начинаешь понимать силу этой любви и жалеешь единственно о том, что отпущено так мало времени для жизни, век бы не умирать». Он остановился, задумался, пососал трубку. Кот вскочил на стол, сел на лист бумаги спиной к Леонтьеву, зевнул и задремал. Леонтьев усмехнулся и начал писать дальше. Строчки у него выходили кривые, так как приходилось писать, не задевая кота, а прогнать кота он не решался. Леонтьев вспомнил пароход, Анфису, Тату, вспомнил, как они загрустили, когда наутро им пришлось уезжать из лесничества. Было видно, что они с радостью остались бы здесь и не ездили бы ни в какую Казань. Он подумал, что вот он пишет о своей стране никем по существу нелюбимой, а это очень плохо и печально усмехнувшись, подумал еще, что если бы был молод и полюбил, то какую бы удивительную книгу наверняка создал. На следующий день он обошел часть своего кордона. Лес потряс его дикостью и красотой. С первого же дня он начал работать, прореживать и осветлять молодой сосняк, разросшийся по ту сторону озера. Покончив с этим, он принялся за просеку. На ней было много сухого хвороста. Леонтьев стал очищать просеку, складывал хворост в большие кучи, окапывал их и сжигал. Через несколько дней он пошел в лесничество на собрание лесников и объездчиков. Баулин созвал их в связи с тем, что лето стояло засушливое, влажность воздуха упала, можно было ждать сильных гроз, и потому надо было зорко следить за лесом на случай пожара. Баулин коротко рассказал о лесных пожарах. Одно обстоятельство в его словах поразило Леонтьева. Оказывается, дым от лесных пожаров резко уменьшает солнечный свет и задерживает возревание хлебов. В 1915 году, когда в Сибирской тайге был большой пожар, из-за сильного дыма хлеба созрели на месяц позже обычного срока. Лесники с любопытством поглядывали на Леонтьева, хоть и городской, и говорят, писатель, а обходительный человек, и, глядя по рукам и комплекции, мужик сноровистый и здоровый. Это безмолвное признание со стороны лесников Леонтьев почувствовал в том расположении, с каким они наперебой угощали его махоркой и жалели, что он сразу попал не на светлый кордон, а на самый глушняк. Но, угощая Леонтьева махоркой, лесники все же не упускали случая одолжить у писателя на одну самокрутку, трубочного табачку, больно уж он был духовитый. Баулин выслушал рассказ Леонтьева о его первых работах в лесу и сказал, да вас и учить нечему, Сергей Иванович, все правильно, только, боюсь, заскучаете. А ну вот, чуть не рассердился Леонтьев, уж и заскучаю. Леонтьев вернулся на кордон, как в родной дом. Усталость от работы в лесу была легкая, совсем не похожая на городскую. Она не мешала Леонтьеву писать. С каждым днем Леонтьев начал замечать в лесу все больше признаков ранней осени. На березах и осинах появились первые сухие листья, роса по утрам была обильнее, чем раньше, а небо стало густым, глубоким, и в нем уже чувствовался холодок. Как-то возвращаясь днем из лесу, Леонтьев увидел у своего крылечка телегу. Спутанная лошадь паслась рядом, у него упало сердце. Неужели вернулся из города Прохор Стерликов? Почему ж его не предупредили? Леонтьев подошел к дому, на крылечке сидели низенький старичок, заросший до глаз бородой, и молодая женщина в дождевом плаще поверх черного платья. Старика Леонтьев узнал, это был лесник соседнего кордона, Евтей, а женщина была незнакомая, но все же у Леонтьева отлегло на душе, стерлигова с ними не было. «Здорово, хозяин», бодро сказал низенький старичок, «все ходишь, а тут гости тебя дожидаются». Женщина крепко пожала Леонтьеву руку. «Я Мария Трофимовна, вот приехала, привезла вам кое-какие продукты и новые правила пожарной охраны». «Спасибо, очень рад», сказал Леонтьев и смутился. «Кстати, хотела познакомиться с вами. Я ваша читательница и почитательница. Необыкновенный случай, что вы поселились здесь в качестве объездчика. Я думаю, это правильно». «Я тоже так думаю». «Скучаете?» «Нисколько». «Ну что ж, это хорошо», промолвила Мария Трофимовна и замолчала. Леонтьев смотрел на нее. Действительно, она была похожа на ту красивую старуху на фотографии. Те же большие светлые глаза, тот же мягкий овал лица и густые брови. Косы, связанные узлом на затылке, были, должно быть, густые и тяжелые. Все казалось, что они упадут и распустятся. надо было напоить напоить гостей чаем. Леонтьев принес воды, поставил самовар. «А мы, мелок», сказал Евтей, сидя за столом и высасывая горячий чай с блюдца, несколько заплутались, даже удивительно. «Весь этот лес я насквозь знаю, а тут такая оказия. Не иначе, как леший запутал. Он любит с нашим братом побаловаться!» «Будет тебе врать Евтей?» сказала Мария Трофимовна. «Зачем врать?» обиделся Евтей. «Ежли бы ты лешего встрела!» «А ты встречал?» «Милая!» огорченно воскликнул Евтей. «Да я их всех в лицо знаю!» Мария Трофимовна засмеялась. «Это тебе хорошо смеяться, когда ты в лесничестве обитаешь», сердито сказал Евтей. «А поживи у меня на кордоне, тогда я погляжу, как ты посмеешься». «Ты главное не пугайся! У лешего наружность обыкновенная, мужичок и мужичок, вроде меня, только у меня черный волос еще кое-где остался, а он весь сивенький». Мария Трофимовна взглянула на Леонтьева и снова засмеялась. «Они лешие, любители ночью к кострам подходить», спокойно объяснил Евтей. «Подойдет, обопрется на посошок, посмотрит, скажет, ты с огнем, дорогой товарищ, в лесу поаккуратнее, а то долго ли до беды?» Заботливый старичок. «Так вот постоит, а иногда и присядет, покурит с тобой, пожалуется, больше на ревматизм они жалуется». «Что за прелесть, старик, правда?» тихо спросила Леонтьева Мария Трофимовна. «Костя, говорит, ноет, в плечо отдает. И надоело мне, милый человек, ваших баб погущим пугать». «Сказать тебе не могу, как надоело». «Тут, конечно, спросишь его, вежливо понятно спросишь, а зачем это вы, гражданин баб пугаете, какой в этом резон?» А он понятно отвечает, «Эх ты, а еще объездщик государственного лесхоза, неуж не знаешь? Лес я от бабьи по травы стерегу. Бабам только дай волю, они все ягоды оберут, да последние семечко не оставят». «Ты, конечно, слухай его, но не прикословь». Я один раз посмеялся так-то над лешем, сказал ему, «У меня, говорю, как я есть человек на руке пять пальцев, а вы лешие шести палые. Что это означает?» А он говорит, «Это означает наше различие». А я говорю, спорить я с вами, гражданин, не буду, может, это и для различия сделано, но только шестой палец вам ни к чему. Я со своими пятью управляюсь ловчее, чем вы шестью». Он, конечно, рассерчал. «Как ударит по сашком по костру, как загукает!» Я вскочил и давай лототы. С тех пор он на меня злобится, то с пути собьет, то лаптей старых на ветках понавешивает не весь сколько, чтобы меня, значит, пугать, то шишкой запустит загривок, то ночью вдруг начнет голосить, как младенец. Безобразничает, понятно? А я виду не показываю, что серчаю. Его от этого еще пуще злость разбирает. Однако со мной он не совладает, я тоже старик тертый. До тебя, Евтей, записывать надо, воскликнул Леонтьев. Меня записывать бумаги не хватит. Я вот так погужу, порасскажу чего-нибудь, посмешу людей и самому весело. Когда человек смеется, сон зла не сделает. Это правильно, сказал Леонтьев. Евтей обернулся к Марии Трофимовне. Слышь, что человек говорит? А ты меня коришь. Будет врать-то, да будет врать. Иной человек правду скажет, так она горше небылицы. А иной соврет. Гляди, работа у тебя пошла веселее. И засмеялась ты, а то и задумалась насчет чего-нибудь путного. Отличать надо, что к чему. После чая Мария Трофимовна взяла с полки томик Лермонтова, раскрыла, прочла. И свежий лес шумит при звуке ветерка. Заклопнула книгу и сказала, как-нибудь дадите мне почитать? У меня с собой нет здесь Лермонтова. Конечно, когда захотите. Вы любите его? Больше всего на свете. Леонтьев хотел расспросить Марию Трофимовну о ее матери, о Чайковском, но не решился. Отложил этот разговор на то время, когда они познакомятся поближе. Встречный огонь. День был знойный. В небе, как застыли на одном месте, так и простояли до ночи тугие облака. Ближе к закату солнце вошло в лиловую мглу и раскаленным диском опустилось к земле. Ночь не принесла прохлады, почему-то не выпала роса. Наутро выкупавшись в озере, Леонтьев почувствовал раздражение. Заболел я, что ли, подумал он. Днем над соснами появилось пепельное облако, похожее на исполинский гриб. Задул порывистый ветер, зашумел лес, где-то высоко прогремел гром, надвигалась гроза. Гроза была сухая, короткий гром гремел все чаще, молнии не ударяли в землю зигзагами, а полыхали размытым розовым светом. Лесные чаще напряженно гудели, сухим треском обламывались сучья, протяжно скрипели сосны, потом в этот разноголосый гул вошел рокот мотора. Самолет шел низко, он вырвался из-за сосняка, снизился, густо заревел и сделал круг над сторожкой, ложась на крыло, потом взмыл, ушел, а невдалеке от сторожки упал на землю маленький мешок с песком. К нему была привязана красная лента, ветер подхватил ее, и она трепетала как пламя. Леонтьев подбежал к мешку, сбоку в кармане мешка, он нащупал листок бумаги, вытащил его, развернул и прочел. Немедленно сообщите в лесничество, на 12-м квартале пожар, загорелась от молнии, огонь верховой, идет по ветру на северо-восток, лечу на аэродром, мешает гроза. Леонтьев в первую минуту растерялся, бежать в лесничество или к месту огня. Пожар по расчетам Леонтьева шел стороной, только в случае, если ветер изменится, огонь может перебросить и к нему на девятый кордон. Леонтьев услышал свист крыльев, поднял голову, с лесных болот большими стаями летели дикие утки. Спасаются, подумал Леонтьев. Он снова перечитал записку и решил идти в лесничество. Он быстро пошел по заросшей дороге. Ветер усиливался, по временам долетал уже запах гари. Леонтьев вышел на просеку, посмотрел вдоль нее, остановился, и сердце у него заколотилось. В конце просеки стремительно несло по земле густой желтый дым. Леонтьев побежал. Он пробегал сто, двести шагов, останавливался, чтобы отдышаться, и бежал снова. С отчаянием он думал, что до лесничества еще далеко, а огонь под таким ветром идет, должно быть со скоростью десяти километров в час. Он услышал шум машин и остановился. Из-за поворота вынырнул грузовик с людьми, за ним второй, третий, Леонтьев закричал. Первый грузовик замедлил ход. Баулин открыл дверцу кабины и крикнул «Скорее в кузов!» Леонтьев схватился за борт, несколько рук протянулись к нему, его втащили в машину. В машине тесно сидели рабочие лесники, были навалены лопаты, пила, топоры и метлы из толстой проволоки, чтобы гасить кусты и траву. Леонтьев достал записку, протянул ее в окошко кабины Баулину. Баулин прочел и крикнул Леонтьеву «Пожар не верховой, дым желтый, при верховом бывает черный». «Тем лучше», подумал Леонтьев. Он знал, что самый страшный лесной пожар это верховой, когда деревья горят целиком от вершин до подножья. При таком ветре, как сейчас, верховой пожар так стремителен, что на языке лесников называется ураганным огнем. При низовом пожаре горят подлесок, подстилка, кусты и молодые деревья. У старых деревьев огонь только опаляет нижнюю часть стволов. И в такой сильный ветер низовой пожар менее опасен. Его лесники называют беглым. Он идет быстро и оставляют нетронутыми целые куски леса. Огонь, подгоняемый по пятам ветром, не успевает их выжечь. «Что ж так мало людей?» спросил Леонтьев знакомого лесника. «Уже все колхозы поднялись, все население», ответил лесник. «Они тут будут часа через два». Машины остановились в перелеске затянутым дымом. С последней машины соскочила Мария Трофимовна. Она была в сапогах, в короткой юбке и кожаной куртке. Она издали помахала рукой Леонтьеву. Уже вечерело, и сумеречное небо подернулось багровым отцветом пожара. Ветер все не стихал. Вышли на узкую просеку. Сначала Баулин распорядился расширить эту просеку. Люди начали быстро валить лес, но прискакал верховой объездщик, потный весь в саже, и доложил, что огонь идет с таким напором, что просека его не остановит. «Остается одно», сказал, помолчав Баулин, «встречный огонь». Леонтьев заметил, как переглянулись лесники, когда услышали эти слова. Раньше он смутно представлял себе, что такое «встречный огонь», но не догадывался, что эта мера связана с опасностью для людей. Баулин отдавал распоряжение коротко и спокойно. Вместе со всеми Леонтьев начал рубить на просеке кустарник и небольшие деревья и сваливать их вместе с сухим валежником в высокий во всю длину просеки вал. В поздние сумерки, когда зарево осветило даже облака и залило красноватым светом все вокруг, появились крестьяне из окрестных деревень. Работа пошла быстрее. Баулин торопил, вал быстро рос. Взглянув вдоль просеки, Леонтьев увидел сотни работающих людей. Женщины собирали хворост и сносили на вал. Сверху набрасывали сухую хвою. Потом сразу одним ударом из леса выдохнуло дым. Он несся низко по земле и перехлестнул через вал. «Берегись!» протяжно закричали издали. Баулин приказал надеть противогазы. Женщины отослали в глубину леса под защиту соседнего озера. Туда же ушло и большинство колхозников. Около вала остались одни лесники. Они стояли вдоль вала шагах в сорока друг от друга. Среди них стоял Леонтьев. Все ждали. Баулин подошел к Леонтьеву, стал спиной к ветру, оттянул противогаз и сказал «Уходите в лес, к озеру, туда, где все. Вам здесь нечего делать». Леонтьев отрицательно покачал головой. «Нельзя рисковать, если бы были обыкновенным человеком». «Я и есть обыкновенный», глухо ответил Леонтьев, не снимая противогаза. «Оставьте меня в покое». Баулин ничего не ответил, повернулся и пошел вдоль просеги. Огонь быстро приближался. Леонтьев со страхом и одновременно с каким-то непонятным восторгом смотрел на бьющую в небо с треском игулом стену живого огня. Ливнем летели искры. Они прожигали одежду. Временами дым заволакивал небо, потом его сбивало в сторону, и стена пламени появлялась снова, но уже ближе. Леонтьев не мог отвести от нее глаз. Он понимал, что такой огонь нельзя остановить, что это стихия. Огонь сожжет их так же незаметно, как пламя костра сжигает мошкару. Он подумал об этом, но не двинулся с места. На лице и руках он уже чувствовал палящее дыхание пожара. Он снова взглянул на огонь, но это было страшно, и он тотчас посмотрел выше на небо, где летели горящие сучьи и листья, а еще выше смутно виднелся сквозь дым молодой месяц. Когда он опустил глаза, что-то изменилось. Несколько мгновений он не мог сообразить, что же это, пока не заметил, что ветер стих, и весь огонь пошел вверх гудящим светоносным занавесом. Потом он почувствовал, как его сильно качнуло током горячего воздуха. Сверхушки вала понесло в огонь сухие листья. Баулин поднял руку, что-то закричал, и лесники сразу подожгли вал. Вал как бы вздохнул, вымахнул от края до края. Жадное пламя, оно слилось с огнем пожара, и, ревяя треща, ударило в небо. Люди начали отбегать в лес. Мария Трофимовна пробегала мимо Леонтьева, она оттащила его от огня и тотчас куда-то исчезла. Леонтьев оглянулся. Две стены пламени сшиблись, как два огромных бешеных зверя, тесно сливаясь, расшвыривая мириады искр. Казалось, вот-вот огонь двинется дальше, и от него уже никому не спастись. И вдруг Леонтьев скрикнул от неожиданности. Огонь, как подрезанный, упал на землю, и только низкими языками перебегал, затихая, вдоль вала. Люди кинулись к просеке и начали засыпать песком вялое пламя. Через несколько минут огня уже не было. Только едкий дым быстро сруился к небу и застилал свет месяца. Все было кончено. Стремительное исчезновение огня произвело на Леонтьева впечатление чуда. Что произошло? Почему пожар сразу погас? Леонтьев разыскал Баулина. В лесу было темно, лесники ходили с фонарями. Баулин распорядился, чтобы вдоль границы пожара остались караульные. Нужно было следить за пожарищем, пока оно совершенно не погаснет. Сергей Иванович, оживленно сказал Баулин Леонтьеву, огонь-то подходил и к вашему участку. Если бы не просека, та, что вы расчистили, сгорел бы и девятый кордон. В общем, здорово справились. Не могу понять, сказал Леонтьев, почему встречный огонь погасил пожар? Раздули такой костер, что, кажется, пылал весь мир? Да весь смысл встречного огня в том, чтобы дать пожару огромную пищу, действительно раздуть его до невиданных размеров. Тогда в окружающем воздухе сразу сгорает почти весь кислород. Просека заполняется углекислотой и дымом, и огонь, естественно, гаснет. А теперь идите домой, отдыхайте. Сейчас. Вот покурю и пойду. Только теперь Леонтьев почувствовал усталость. Глаза слезились, кожа на лице соднила, руки были в смоле и ожогах. Около машин сидели на земле лесники, рассказывали, как перед встречным огнем через вал скакали зайцы, а вдоль вала промчалось несколько волков. И говорят, огонь загнал в леневое озеро трех медведей, они еще сидят в воде и ревут от страха. Леонтьев пошел к себе на кордон. Чем дальше от пожарища, тем воздух делался свежее. Уже слышался запах влажной травы. Только месяц был все же мутен, зловещ. Долетали голоса крестьян, возвращавшихся по домам после пожара. Леонтьев догнал нескольких женщин. Среди них была Мария Трофимовна. Они шли вместе до межевого столба и молчали. Мария Трофимовна сказала всего несколько слов, похвалила его книги, спросила, как он себя чувствует в объещиках и почему кашляет. Не повредил ли на пожаре легкие? У межевого столба они расстались. Мария Трофимовна пожал Леонтьеву руку. Не прячьтесь, приходите, я буду вам очень рада. Леонтьев постоял, пока не стихли голоса женщин, и свернул к себе на кордон. Дома он умылся, тотчас лег, и засыпая слышал, как кот осторожно топтался около его головы по подушке, потом свернулся у него на плече и запел. Так-так-так, 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 стучали ходики, отмеряя время. Леонтьеву приснился желтый по осени лесной край. Солнце и луна стояли рядом на небе над этим краем, и весь день по дворам голосисто пели петухи. Он шел по дороге среди березового мелколесия, очень торопился, почти бежал, и ему встретился офицер в пропыленном мундире, маленький, черный, с темными смеющимися глазами. Фуражку он держал в руке, она была полна спелой брусники. Офицер высыпал бруснику на ладонь и подкидывал в рот пригоршнями. «Куда идешь, дружище?» спросил офицер. «В Пронска, что?» «Да ничего», ответил офицер, «там у меня старики свой век доживают. Увидишь их, скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали и чтоб меня не ждали». Леонтьев остановился, во все глаза посмотрел на офицера, крикнул «Вы кто?» офицер офицер отступил, споткнулся, упал, брусника рассыпалась по траве и почему-то рядом с офицером очутилась Мария Трофимовна. Она подняла его голову и с груди офицера крупными, как спелая брусника, каплями стекала на песок кровь. «Скорее», закричала Мария Трофимовна, «поднимите его!» Они вдвоем подняли офицера, он был легкий, как мальчик, и понесли по дороге. Мария Трофимовна умоляла идти скорее, потому что леса горят, пожар может пересечь дорогу, а этого человека надо спасти. «Вы что ж, любите его?» спросил Леонтьев. «Больше всего на свете!» Леонтьев проснулся. За окнами светало. Сон еще не прошел, сознание вернулось только наполовину, и Леонтьев все слышал голос. «Куда идешь, дружище?» Леонтьев снова заснул, а утром, окончательно проснувшись, долго ходил под впечатлением этого сна, пока, наконец, не догадался, что встретился во сне с Лермонтовым. Леонтьев достал с дощатой полки томик стихов, открыл наугад и прочел. «Проселочным путем люблю скакать в телеге, и взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыкая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень». «Великан», сказал Леонтьев и положил книгу на место. К вечеру неожиданно приехала из лесничества вместе с Баулиным Мария Трофимовна. «Проведать вас решили», сказал смущенно улыбаясь Баулин. «Как вы тут после пожара?» «Мария Трофимовна говорит, что вы сильно кашляете. Пустяки. Немного горла першила, от дыма». Баулин пошел на озеро выкупаться. Леонтьев сидел на ступеньках крылечка рядом с Марией Трофимовной. Она задумчиво жевала травинку, потом повернулась к Леонтьеву, посмотрела ему в лицо строгими глазами и сказала «Я приехала за книгой, за Лермонтовым». Марией Трофимовной. Растер рекомендуем расставлять девчонки, он у